Здорово! Здорово! Так, по классике. Проверяем, что у нас все хорошо. Звук есть, картинка есть. Вы меня слышите, видите. И если все окей, то мы с вами сегодня будем разбираться с классной штукенцией цветкоррекции. Я о ней уже говорил очень много. Я говорил много об инструментах, которыми мы делаем цветкоррекцию, но сегодня мне хотелось бы прям все разобрать, поставить все точки над И, сделать так, чтобы вы, надеюсь, сегодня все поняли, осознали, как тягать влево-вправо эти ползунки. Их на самом деле немало, их много, но все они как бы нам нужны. Сегодня разберем несколько инструментов. И первое. Перед тем, как мы опять же начнем, сейчас пока у нас народ собирается, я еще сделал анонсик в ВКонтакте, сделал анонс в Инстаграм. Я хочу сделать такой небольшой новостной дайджест и небольшой дисклеймер касаемо вообще всего, что происходит у меня на ютуб-канале. Во-первых, скоро Новый год. Я хочу вас всех уже заранее понемножечку начать поздравлять, готовиться к 2021 году. Надеюсь, он для нас станет намного более веселым и интересным, чем в 2020 году. Лично, на самом деле, лично для меня 2020 год, он симпатичный, потому что я запустил ютуб-канал, он начал развиваться, и это все понеслось, поехало. Поэтому даже с учетом всех карантинов и всех сидений дома было чем заниматься. 2021 год, я надеюсь, будет таким же веселым. Сегодняшний мастер-класс проходит при поддержке компании Бэнкью. Они, ну вообще, на самом деле, пацаны-ребята, прям интересные мне штуки, постоянно подтаскивают. Я думаю, вы все обратили внимание на то, что на канале у меня появились обзоры на технику. И, ребят, сразу скажу, что это неизбежно. Часть из них интеграции рекламные, часть из них абсолютно творческие проекты. И сразу хочу сказать, что это мне действительно нравится. Я от этого очень кайфую, и вот касаемо новостей, ближайшее время, наверное, ближайший, по крайней мере, год я этим очень сильно загорелся. Мне хочется для вас разбирать различные новинки и фототехники. Я постараюсь выходить на новых ребят, я постараюсь выходить на новые компании по фотоаппаратам, по видеокамерам, по различным, опять же, мониторам, дополнительным каким-то фишкам, касаемо нужным фишкам, нужным гаджетам, нужным именно для фотографов, разбирать их и показывать, рассказывать их о них вам. Касаемо сейчас новых вещей, которые у меня скоро выйдут на канале, это, ребят, я все так же помню. Я уже практически доделал видосики по, во-первых, ретуши фотографий. Я скоро выпущу ролик, в котором расскажу, как я последовательно, какие шаги я использую в обработке своих фотографий, чтобы все было расписано последовательно, понятно, определенный алгоритм. Также скоро у меня выйдет ролик по обработке видео, то, как я монтирую видео. Я думаю, для многих тоже это будет интересно. И не с точки зрения, я хочу запустить YouTube-канал и фигачить видосы, а с точки зрения, просто вы куда-нибудь поехали в путешествие и хотите сделать приятный, спокойный ролик для, не знаю, там для себя, для домашнего архива, это тоже будет, ребят. Также будут обязательно обзоры на технику, анаморфная насадка у меня лежит, и я на нее тоже, ребят, хочу доделать уже обзор. Но сейчас вот просто реально так-а-а-а, забит я работой различной. Чуть-чуть я подосвобожусь, запишу на нее. И вот сейчас, опять же, первое место, наверное, по интересу, по моему желанию, это запилить для вас обзор на вот эту хреновину, на iPhone 12. Вчера, или позавчера, позавчера на него вышло новое обновление операционной сети, системы, извиняюсь. И туда добавили RAW-фото, и теперь iPhone умеет снимать RAW-ки. Это круто, потому что в постобработке вы можете с этими RAW-ками делать намного более широкие, крутые вещички. Это вытаскивать баланс белого, то, как вам нужно. Это вытаскивать шумы, сравнивать текстуру кожи, в общем, делать море всего. Касаемо Hasselblad тоже, ребят, у меня будет видео. На самом деле их можно пальцем загибать, сколько я всего хочу сделать. Это много всего, и это лекции. Лекции я буду выпускать, ну, постараюсь я выпускать раз в месяц полноценную большую лекцию. На лекции это, само собой, сейчас у нас по постановке света, не коллажирование. Коллажирование это будет отдельный урок, именно обработка, а лекция это постановка света. Мне хотелось бы об этом вам рассказать. Плюс у меня лежит Hasselblad, само собой. Во-первых, Hasselblad у меня лежит пленочный. Кстати, я уже часть видеоурока записал, я ходил в поту-студию, снимал девочку на пленку. Это у вас тоже будет этот ролик. Я записываю, скоро выпущу. Ну, как скоро? Я думаю, он выйдет не факт то, что до Нового года. Я, конечно, постараюсь. Тут все зависит от напряженки, которая меня со всех сторон одолевает. Я, конечно, говорю не про YouTube. Это куча съемок других и других дел. Но все же. Во-первых, Hasselblad пленочный у меня лежит. Во-вторых, я очень хочу взять Hasselblad Moon Edition. 500, по-моему, 507 он так называет. Ну, короче, это, грубо говоря, та же самая система, тот же самый вид систем, только там цифровой задник. И на эту камеру я тоже хочу написать обзор. Я писал в несколько магазинов. Говорил, ребят, дайте мне, пожалуйста, эту камеру. Она стоит, правда, полляма. И пока что мы не отказали. Но вот я надеюсь, я все-таки найду ребят, которые мне смогут предоставить классную эту камеру, чтобы я на нее записал полноценный обзор, потому что она реально топовая. В общем, много всего интересного. Касаемо мониторов. Касаемо также мониторов. То, что я записываю обзоры на мониторы BenQ, обязательно, ребят, посмотрите их. Я, честно говоря, не знаю. У меня мозоль на языке появляется от того, сколько я людям вдалбливаю нужную информацию. Но все равно находятся некоторые умники, которые говорят, а вообще похер, я он соберу на где-нибудь с Авито, закажу монитор за 3000 рублей, он у меня будет работать лучше всех остальных. Так, ребят, не работает. Если вы хотите реально получать нормальное качество изображения, чтобы вы видели то, что видят ваши заказчики, вам нужен нормальный монитор. И вот я разбирал, опять же, мониторы серии SV, которые предназначены для фотографов, но лично мое мнение, они больше предназначены для полиграфии, нежели для фотографии. А вторая версия – это мониторы PD. И вот мониторы PD, они намного круче, ну, не то, что они круче, они по техническим характеристикам хуже. Но они уступают серии SV. Но они лучше с точки зрения цены, соотношения, цена-качество. То есть вы можете взять любой монитор серии PD, опять же, посмотрите обзоры, на которые я записывал, там крайний, только сегодня, по-моему, выложил, 2705, который Q. Вообще офигенная малышка с идеальный цвет передачи, и я настраивал цвет в два клика по сотовому телефону. Вы поставили сотовый телефон, там, не знаю, Android, Xiaomi, без разницы, iPhone взяли. Да пофиг, цвет у всех будет отличаться. Но приблизительно настроить до какой-то адекватной картинки вы всегда сможете. Поэтому, поэтому, вот, посмотрите, если кому-то нужен будет монитор, BenQQ, вообще красавчики, внизу ссылка по описанию. И, кстати, ребят, вот смотрите, все видео, которые я выпускаю на канале, касаемо обучашек, касаемо каких-то лекций, ребят, это реально херачиво. Я просто сижу с утра до вечера за программами-обработчиками, монтирую видео. Я делаю все сам, я никому не делегирую, потому что, чтобы делегировать сейчас нормального монтажера, монтажер, нужно очень много денег ему отвалить, чтобы он это все делал хорошо и качественно, так, как мне нужно. У меня пока что этих денег нету, я делаю все сам. Поэтому для меня рекламная интеграция это некий способ просто-напросто держать канал на плаву. Поэтому, если вы уважаете мой канал, ты меня уважаешь, если вы уважаете мое творчество, прямо сейчас зайдите по ссылке в описании к Бенке и поставьте им какой-нибудь лайк, напишите, что Максим красавчик, и мне будет приятно, и вам несложно. И ребята помогают мне, спонсируют меня, точно так же, как и вы меня спонсируете всякими донатами. Кстати, донаты, ссылка тоже в описании, можете тоже что-нибудь написать, прислать мне. Я тоже вам скажу гигантское спасибо. Кстати, сейчас мы по донатам собираем на шляпу для Пикачу. Он будет у нас теперь Detective Pikachu, не просто Пикачу, а Hello Detective. И вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать для начала. Интеграция будет появляться. Вам большое спасибо за то, что поддерживаете меня, мой канал. Интересуйтесь, лайкайте, подписывайтесь на канал. Все впереди у нас намного больше всего интересного. Касаемо донатов. Все донат, которые вы будете присылать, я сейчас их зачитывать не буду, но я буду делать в середине лекции паузу, в которой я, соответственно, прочитаю все ваши донатики. И все будет круто. Касаемо комментариев, я также буду стараться читать комментарии, которые вы пишете сейчас. Сейчас я быстренько пробегусь по ним. Если что-то прям такое серьезное, Анатолий, у нас, кстати, классный парень вообще из Архангельска. Анатолий, он наш модератор, мне помогает, тоже им большое спасибо. Анатолий, если какой-то интересный комментарий будет, ты прям мне маячь, чтобы я его увидел. И мы с вами тогда будем переходить к лекционной части. Сегодня у нас по лекции это колористика. И в целом даже это не совсем колористика, потому что у меня на самом деле достаточно скептичное отношение к колористике как к науке с точки зрения психологического восприятия. Цвет воспринимается, интерпретируется людьми абсолютно по-разному. Я к колористике больше отношусь с технической стороны, то есть к тому, как мы можем использовать различные цвета, как мы можем их деформировать, как мы их можем изменять, а не то, как они влияют на наше восприятие. Понятное дело, есть определенные факторы, что какой-нибудь желтый, ярко-оранжевый цвет, он может полностью изменить впечатление о вашей фотографии. И, к примеру, если вы сфотографируете психологический портрет какого-нибудь дедульки старого, если у него будет, не знаю, прическа супер желтого яркого цвета, то, понятное дело, ваш психологический портрет будет уже иметь в себе немножечко другой информационный поток. И вы его просто, опять же, неправильно интерпретируете. ЧБ, полная монохромия, полный отказ от цвета может сделать вашу фотографию более драматичной. И с этой точки зрения колористика, да, имеет место быть, эта наука, она может вам также помочь как-то изменить свою фотографию, сделать ее более интересной. Для этого есть одна книга, которую я рекомендую всегда и везде, Иоганна Сыттон, искусство цвета. В 61-м году этот дядька крутой швейцарский колорист создал цветовой круг, который вы все знаете, который называется RYB, RIP. По нему работают художники, смешивают краски и различные цветовые сочетания разных выбранных оттенков могут опять привнести в вашу фотографию какое-то интересное начало. И здесь, опять же, я не могу говорить о том, что есть определенные существующие, прям вот выбранные, прописанные черным по белому пары цветов, которые будут работать всегда и везде супер круто. Я хочу сказать то, что мы не можем привязываться к этим комплементарным цветам, диадам, триадам, квартетам. Лучше всего привязываться к тому, что чем лучше, чем сильнее вы минимизируете оттенки в кадре, тем более интересная фотография у вас и получается. И вся суть колористики, опять же, я в области фотографии достаточно давно, не первый год, не второй, не пятый, а уже 10 лет фотографирую и изучаю фотографию на техническом уровне также достаточно давно. Плюс еще у меня работа в журнале, в полиграфии, вообще с колористикой я столкнулся еще задолго до фотографии. Я могу сказать одно. У всех людей восприятие работает по-своему. И нельзя под общую гребенку тащить какие-то выборочные цвета. То есть любой понтон, любой цвет, заранее запрограммированный по процентам, разными людьми будет восприниматься по-своему. Возьмите, к примеру, тех же самых людей с нестандартным цветовосприятием. Я говорю про дальтонизм. И любой человек будет интерпретировать цвет, опять же, по-своему. И здесь я лишь говорю о том, что, опять же, наша задача создать такой контент с такой информационной составляющей, который будет нами восприниматься более просто. А здесь мы уже говорим не о конкретных цветах, а о их количестве. Любая картина написана максимум в четыре краски. Чем меньше входящих элементов, чем меньше входящих именно составляющих этой системы, тем более простой она для нас будет являться. И мы будем воспринимать самое главное. Сюжет, настроение, рельефности и так далее. И вот сегодня, опять же, мне хотелось бы вам показать в фотошопе, как работают инструменты основные цвет коррекции, такие как Color Balance или Active Color Hue Saturation. И плюс мне хотелось бы показать на конкретных примерах, к чему мы вообще должны стремиться и зачем нам это нужно делать вообще на компьютере. Так, по-по-по-по-по, что у нас тут, Canon EOS. Нормально, у вас тут свое дело, да, своя тусовка о фотоаппаратах. Эфир у нас сохранится. Про фотоаппарат давайте мы с вами тоже все эти технические моменты, не касающиеся колористики, мы о них поговорим, но попозже. Так, что-то он такое хотел сказать, очень важное и забыл. Ну ладно, давайте с вами, наверное, переходить потихоньку к теоретической части. Сегодня у нас будет небольшая... Так, давайте я сейчас вот так вот сделаю, потемней. Ребят, спасибо за донаты, всех я похвалю, скажу гигантское спасибо после небольшой теоретической части. Нормально, все, вот здесь мы. Я сейчас вообще все сприноровил. А, ребята, у меня счастье, реально счастье, знаете, какое счастье? Я сейчас все провожу на MacBook Air, на MacBook Air за 93, мать его, тысячи рублей, который в три раза дешевле, чем мой MacBook, блин, его Pro, и он не тормозит, он работает нормально. Я вчера проводил стрим, я в режиме реального времени ретачил фотку через микшер Brush Tool, через частотное разложение, и работает все идеально. Я не понимаю, как они это сделали. Ну вот, в общем, все работает идеально. Кстати, сейчас видно по ABS, давайте я вам покажу. видно по ABS, у меня загрузка центрального процессора 41%. Ну, он разогрелся, да, он такой тепленький. MacBook я сейчас трогаю пальчиком, он тепловатенький. Ну, не суть, ладно. Короче, он работает, это самое главное. Вопросы появляются, я на них отвечаю. Едем дальше. Пам-пам-пам. Что мы сегодня будем делать? Сегодня я немножечко расскажу вам о цвете, и сразу давайте мы сделаем следующим образом. Я открою фотографию, и на примере конкретной фотографии мы с вами пробежимся по некоторым инструментам цвета коррекции. И начнем мы с вами с элементарного ДНГ файла, с равки. Давайте возьмем вот такую интересную равочку, которую мы еще снимали достаточно давно. Делал я ее с Альбиной, она у меня, кстати, в Инстаграме, в портфолио вы ее можете посмотреть. В идеале хорошо, если у вас, опять же, монитор, как в случае BenQ, будет нормально настроен. Там на PD дисплее, на 2705Q вообще идеально, у меня все цвета выставлены. Но это я уже в видео выкладывал, тоже посмотрите его, как я все настраивал. Здесь, в данном случае, что мы с вами видим? У нас есть определенные цвета, определенный сырой равфайл, который мы с вами должны как-то правильно интерпретировать. И вот здесь очень важный нюанс. Каждый равфайл, в зависимости от программы проявщика, будет давать вам разный цвет. Когда вы открываете равку, очень важно понимать то, что ваш равфайл, по сути дела, не имеет явного цвета. Равфайл, он намного более широкий, намного более деформируемый впоследствии файл, более пластичный. Из него вы сможете вытащить намного больше информации. Именно поэтому я рекомендую всем снимать в равф. И вне зависимости, точнее в зависимости от программы интерпретатора этого равфайла, вы будете получать разные цвета. Это очень важно, потому что работая в Lightroom, либо работая в, там не знаю, проявляя через Capture One, либо через Affinity Photo, либо через другие софтины, вы всегда будете получать немножечко разные цвета. К примеру, если я равфайл проявлю с камеры Sony, которой ARV, я его захочу проявить на Sony Edge, вот это Mobile Studio, то у меня получатся абсолютно разные цвета, потому что там используются, везде используются, ребята, разные алгоритмы. Поэтому, если у вас в Capture One получается что-то одно, а в Lightroom что-то другое, это не значит, что Capture One круче Lightroom, либо Lightroom круче Capture One. Это просто некий почерк. Представьте, что вы берете, не знаю, какого-нибудь китайца, и он вам что-нибудь по-китайски говорит. Вы приглашаете трех разных переводчиков, и каждый из трех переводчиков может перевести фразу китайца на свой лац, немного своим, опять же, немного своей деформацией текста, сюжета. Здесь то же самое происходит в модуле камера RAV. Когда вы обрабатываете через модуль камера RAV, у вас есть различные профили, которые вы можете использовать для того, чтобы изменить, опять же, некую цвет передачи. Если вы это будете делать через тот же самый Edge Sony Studio, которая тоже там, я, ребят, не помню, как она называется, но, в общем, официальная софтинная, то там будут другие профили, и вы также сможете ее немножечко по-другому проявить. В Capture One та же самая ситуация. Но здесь тоже стоит учесть такой момент. Вне зависимости от программы, которую вы будете использовать для проявки вашего RAV-файла, в целом не новичок, любой, давайте, любой человек, абсолютно любой человек, даже суперпрофессионал, он не отличит, не поймет, через что вы проявляли. У программы нету такого суперявного какого-то деформирования цвета, поэтому, скорее всего, и там, и там, и там вы получите приблизительно один цвет, ну, вот со своей какой-то небольшой изюминкой, которую нельзя просто так взять и увидеть ее, а в целом она не кроется в деталях, она является каким-то неким общим признаком, но который практически никак невозможно понять, увидеть, проанализировать и понять, что вот именно в этой программе вы проявляли. Тем более, после того, как мы с вами начинаем проявлять наш RAV-файл, там, выбираем какой-то нужный нам цветовой профиль, я часто использую интенсивный цветовой профиль, потому что он дает чуть более контрастную, чуть более насыщенную картинку, а так как я снимаю на Sony A7R3, на ней динамический диапазон очень конский, картинка получается малоконтрастная, я накидываю Adobe интенсивный профиль, у меня получается контрастная картинка, все супер, все рады, счастливы, довольны. Поэтому я использую именно этот профиль, а дальше у нас начинается работа с цветом. Это первая наша основная цветокоррекция, которую мы с вами выполняем в модуле Camera RAV, работая с камерой Calibration и работая с балансом белого. Баланс белого и камера Calibration у вас дают, вам дают свободу действия, свободу перемещения по цветам. И перед тем, как мы с вами будем двигать все эти ползунки, я для начала вам покажу вот такие вот файлики. Я уверен, вы их все прекрасно знаете, все их видели и приблизительно понимаете, что здесь изображено. Дело в том, что все инструменты, включая камера Calibration, включая баланс белого, включая Color, Balance, Selective, Color, Hue, Saturation и кривые, они реализованы в фотошопе по определенным, давайте так, по определенным траекториям, по определенным картам цвета, которые являются для нашего восприятия максимально естественными, то есть соответствующими нашей физиологии. Элементарно, просто приведу пример. У нас есть наше восприятие, восприятие нашим человеческим глазом, когда мы смотрим на любое электромагнитное излучение, наша сетчатка, на нашей сетчатке раздражаются определенные палочки-колбочки, которые отвечают за раздражение, на раздражение на определенные участки длин волн. Спасибо за донат. На определенный длинный волн. И смотрите, мы с вами видим очень широкий спектр света. Все, что в центре является вот этим большой капелькой непонятной формы, это воспринимаемый, читаемый человеческим глазом спектр излучения. Он насчитывает просто гигантское количество оттенков, гигантское количество цветов, именно по глубине, по насыщенности. Снизу слева вы видите фиолетовый цвет. Вот здесь у нас ультрафиолет. От ультрафиолета мы пробегаемся по всему спектру, доходя направо до инфракрасного излучения. Все мы прекрасно знаем, видели из школьного курса вот эту табличку, воспринимаемыми человеческим глазом длинными волн. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все наши цвета умещаются здесь. Здесь есть спектральные цвета, есть спектральные цвета, которые в природе не существуют, а являются всего лишь нашим воображением, магией. Если кому-то интересно вообще про это почитать, вбейте в гугл, что такое человеческое зрение, как работают палочки и колбочки. Очень интересная тема. На ютубе тоже полно роликов. Обязательно посмотрите. Просто ради любопытства. Все эти цвета, они очень широки. У нас есть чуть меньшие цветовые охваты, которые могут просто-напросто быть воспроизведены на наших мониторах. Наш человеческий глаз это самая уникальная, самая, давайте, лично для нас, самая чистая оптическая система. Абсолютно любой девайс, который мы будем использовать, он будет хуже, чем наше зрение. Ну, ровно до тех пор, пока как в Киберпанке, мы не научимся себе вживлять различные нейро-какие-нибудь протезы, которые смогут транслировать видеосигнал непосредственно нам в мозг. Вот так вот. Хотел что-нибудь просто пошутить про тяжелые препараты, но не стану. Соответственно, любой монитор, любое изображение, любое изображение на мониторе, на телефоне, на фотоаппарате, то, что мы с вами видим глазками, оно обладает не таким цветовоспроизведением, не таким широким цветовоспроизведением, каким обладает наше восприятие. Наше восприятие, оно всегда шире. В центре вы видите цветовое пространство, давайте его назовем RGB. Здесь просто оно обобщено, существуют разные цветовые пространства, sRGB, Adobe RGB, ProFotoRGB, но в целом Adobe RGB это треугольное цветовое пространство в вершинах трех, которого находятся три цвета, красный, зеленый, синий. И они там находятся неспроста. Дело в том, что красный, зеленый, синий это три фундаментальных цвета нашего человеческого восприятия. В нашей радужке находится... Так, шуплю, давайте я сделаю вот так, чуть потише. Я, наверное, просто ору очень много. Оп, оп, оп. Так, спасибо, спасибо еще за донатища, ребят. Соответственно, в нашей сетчатке находятся три разных вида колбочек, которые отвечают за разные длины волн, за красный, зеленый и синий цвета. Для нас важно понимать только одно, то, что тремя цветами мы можем охарактеризовать абсолютно любой другой цвет. Если вы возьмете три лампочки, три прожектора, посветите в одну точку, именно красный, зеленый и синюю, то вы увидите один нейтральный белый цвет. Такая схема называется аддитивная, когда вы накладываете цвета друг на друга. Так работают, опять же, все наши мониторы, так работают наши экраны на... Ребят, это не лишняя инфа, это очень важная инфа. Многие ее не знают, я рассказываю для тех, кто не знает. Дальше будет все остальное, так что не торопите события. Запись стрима останется. Да, sRGB это только дисплейно-техническая зона цветов. Здесь другой интерпретации у нее нету и не может быть. Хорошо. Еще скажу пару слов. RGB, то, что мы с вами видим, цветовой треугольник sRGB, он для нас очень важен с той точки зрения, что если цвета воспроизводятся в цветовом пространстве sRGB, то, скорее всего, мы увидим те цвета, которые видят большинство наших зрителей. Если, к примеру, вдруг вы возьмете сотовый телефон с хреновым дисплеем, либо возьмете монитор с хреновым дисплеем, у которого будет цветовой охват ниже, меньше 100% sRGB, то это будет просто означать то, что вы не увидите цвет, каким он был изначально. Вы увидите серую картинку. Чем меньше у вас вот этот треугольник по цветовому охвату, тем более грустным для вас будет цвет. Ваши глаза не воспримут огромное количество информации вовне. И картинка будет просто ненасыщенной, бледной. Чтобы такого не было, обязательно следите за тем, чтобы у вас мониторы были по цветовому охвату как минимум 100% sRGB. Если вы будете фотографии печатать, это уже немного другая тема. Кстати говоря, опять же, крайний монитор BenQ2705, у него 100% sRGB, и у него цветовой охват для интернета адекватный, но печатать на нем уже фотографии у вас не получится, потому что посмотрите на следующее цветовое пространство. Здесь оно указано меньшим, чем RGB, оно называется CMYK. Это аддитивно, это уже субтрактивное цветовое пространство. Оно появляется за счет вычитания цвета. И это цветовое пространство используется в печати. Когда вы печатаете фотографии, вы используете цветовое пространство CMYK, и если ваш монитор не может показать это цветовое пространство, то вы не увидите цветов, которые видите при печати. На компьютере у вас будет все выглядеть как-то нормально, а при печати могут вылезти определенные артефакты. Это вот как раз проблемы цветовых охватов. Сейчас нам это с вами пока что не нужно, по одной простой причине. Если кому-то нужно, погуглите, почитайте более глубоко. Я сейчас все это веду к тому, что RGB и CMYK это два цветовых пространства, которые являются как шестеренки взаимодополняющими. Помните наш цветовой круг? Вы его все прекрасно знаете. Он называется цветовой круг HSL. Давайте я его сейчас открою. Так, момент. Цветовой круг HSL. Мы с ним с вами будем очень много работать. Это наша основная карта навигации, которую мы будем использовать при работе инструментами цветокоррекции. И здесь, в этом цветовом круге, вы видите все основные наши цвета, с которыми мы с вами работаем. Это красный, зеленый, синий, плюс циан, маджента, еллоу. Вот эти шесть цветов, их нужно выучить, их нужно запомнить, всегда их держать в голове, знать, напротив какого цвета находится какой цвет. Если вы этого не знаете, то, ребят, я не знаю, как вы вообще будете ретачить фотки, именно цветокорить, потому что любой колорист это должен знать. Почему цветовой круг расположен именно в таких цветах? Почему напротив красного находится циановый цвет? Почему напротив мадженты находится зеленый цвет? И почему напротив синего находится желтый цвет? Вот здесь ответ на самом деле элементарно прост. И он основан на нашей с вами физиологии, вообще на физике, на физике света. Если вы возьмете, откроете опять нашу вот эту капельку, то вы увидите, что эти два цветовых круга, цветовых пространства, они очень и очень похожи друг на друга. Здесь вы видите то, что напротив мадженты слева в нашей капельке, напротив мадженты у нас находится зеленый цвет, напротив синего цвета у нас находится желтый, напротив красного цвета у нас находится аквамариновый. Дело в том, что если вы на свои глаза, на свою сетчатку будете провоцировать разные типы длин волн, к примеру, вы будете себя облучать электромагнитным излучением с длинными волн, соответствующими синему цвету. Вот просто на вас будет светить синий цвет. А потом, в этот же момент, параллельно, вы будете себя освещать цветом желтым. Желтый цвет плюс синий цвет, они склеятся в один, и вы тогда получите строго белую картинку. У вас получится просто белый цвет. То есть он друг друга компенсирует, он станет нейтральным, он станет белым. И так работает абсолютно любой цвет в вашем цветовом круге. Напротив красного, красный цвет, он компенсируется циановым. Синий цвет компенсируется желтым, мадженто компенсируется зеленым. Вообще вся идея работы компьютерного цвета мы прекрасно знаем. Если кто не знает, сообщу. Все операции, которые выполняются в фотошопе, все именно механики уравнения, которые используются при вычислении цвета, они работают в цветовом пространстве LAB, LAB. Когда вы работаете с кривыми в RGB, все вычислительные механики, они реализованы именно через цветовое пространство LAB. Потому что оно является единообразно интерпретируемым на любом устройстве. Это простой машинный код. Опять же, можете почитать в интернете, что такое цветовое пространство LAB. Дело в том, что компьютеру требуется минимальное количество усилий для того, чтобы просчитать цвет через это цветовое пространство. И здесь смысл, опять же, этого цветового пространства в том, что оно полностью дублируется, полностью, давайте так, имеет свою проекцию на наш цветовой круг. В цветовом пространстве LAB у нас есть три канала. Яркостной на нашей сфере. Это движение от центра сферы вверх и вниз, которое определяет яркость, темный ли пиксель у вас будет, либо светлый, либо наоборот. И вторая плоскость, это уже горизонтальная, это уже хроматическая, которая имеется у нас в цветовом круге HSL. Это вариативность цвета, цветоразностных каналов между зеленым и маджентой. Вот здесь мы видим зеленый маджента. И между синим, вот таким синим, который находится вот здесь, и оранжевым. То есть, грубо говоря, работая в цветовом пространстве LAB, работая в балансе белого, когда вы тянете ползунки баланса белого в модуле камера RAW. Вот если я возьму эту фотографию, открою модуль камера RAW, есть два ползунка температура и оттенок. На самом деле мы работаем с цветоразностными каналами LAB, мы движемся по этим траекториям. И здесь вы можете, опять же, усвоить следующую фишку уже сейчас. Если вы знаете этот цветовой круг, то вы знаете, в какие стороны вам нужно двигать цветовые ползунки, ползунки температуры, для того, чтобы получить тот или иной эффект. Если ваш кадр изначально, к примеру, холодный, зеленый, изумрудный, вот я вижу, что у меня центр, он изумрудный. Я должен, чтобы этот изумруд убрать, сделать его более нейтральным, где он находится на цветовом круге? Вот здесь. То есть, я должен отсюда уйти и пройти в более красно-маджентовый оттенок. Для этого я должен сместиться, само собой, по направляющей в мадженту, с помощью ползунка оттенок, зеленый-маджентовый, в мадженту я смещаюсь. А дальше по оси вот этой, которая строго перпендикулярна, я должен сместиться в теплый. И также я синеву в центре компенсирую, я смещаю справа. И таким образом, выбрав нужные параметры, мы с вами сможем найти нужный цвет. Нет. Представьте сейчас на секунду. Вы, конечно, смотрите такие и думаете, блин, что за фигню ты говоришь, я и так знаю, что баланс белого может выставить нам цвет. Но вы это знаете только потому, что у вас есть некая инертность вашего опыта. Вы опытным путем, двигая это на глаз влево и вправо, вы просто пытались что-то найти и вот двигаете такие, о, ну вроде нормально, все. Но если аналитически это все проанализировать, если подумать, как эти ползунки работают, зачем вообще мы их двигаем туда-сюда, что они делают в фотографии в целом, то перед вами откроются намного более широкие просторы. Вы тогда сможете намного легче работать с ползунками Selective Color, с ползунками цветового баланса, Color Balance. Вы просто спросите сейчас сами сюда, себя сами. Спросите себя сами. Знаете ли вы, почему в цветовом балансе используются три ползунка? Голубой-красный, пурпурный-зеленый, желтый-синий. Вот когда я, честно говоря, первый раз открыл Photoshop, это было давно, лет, наверное, 20 назад. Ну не 20, 15, лет 15 назад. 14. Вот когда я открыл Photoshop, я посмотрел на эти ползунки, я, честно говоря, не мог понять, почему напротив красного голубой, почему напротив зеленого пурпурный и так далее. Когда я открываю Selective Color, почему у нас здесь голубой, пурпурный, желтый и черный, тоже непонятно. На самом деле, опять же, если вы ориентируетесь по цветовому кругу, если вы понимаете, что у вас цвет выставлен, вся моторика цвета в Photoshop работает именно по цветовому кругу, то все встает на свои места. И отсюда, делая выводы, анализируя цветовой круг, можете принимать правильные действия и решать поставленные перед вами задачи по цвет коррекции. Когда вам нужно зеленый увести в изумрудный, когда желтый нужно сделать оранжевым и так далее. Опять же, когда вы сидите работаете, когда мы сидим работаем над фотографией, мы же ставим перед собой задачи. Кто-то ставит, а кто-то нет. Я знаю таких людей, которые просто, опять же, накинули присад, счастливо довольны и пошли домой, пошли гулять. Нет, я люблю работать с цветом, я люблю контролировать весь процесс, я люблю, когда я могу изменить цвет таким образом, как мне это нужно. Я ставлю определенную задачу. Опять же, спросите себя сами. Когда вы обрабатываете фотографии, задаетесь ли вы вопросом, а как мне оранжевый сделать желтым? Либо, а как мне зеленый сделать изумрудным? Вот если вы задаетесь этим вопросом, либо вы смотрите на свою фотографию и такие говорите, в моей фотографии на лице красные пятна, это плохо, надо их сделать более телесными, более оранжевыми, и избавиться от этих красных пятен. Если вы задаетесь этим вопросом, а потом сидите и тупите, и не знаете, что куда двигать, вот это плохо. Именно для этого сегодня, в принципе, лекция и была создана. Сегодня мы это с вами разберем. Сейчас пока что я немножко рассказываю о теории. Так, сейчас мы с вами продолжим. Я быстренько посмотрю, что у нас по комментариям. Так, так, так. Исходники у меня, ребят, на Patreon я выкладываю регулярно. Там полно уже есть файлов, которые вы можете обрабатывать. Так. У нас флук здесь какой-то происходил. 100% в sRGB, все цвета в фотошопе. Да, зависит от цветового пространства, в котором вы также работаете. В настройках фотошопа, в редактировании, настройках цвета, вы можете выбрать нужное вам цветовое пространство. Я рабочий, всегда работаю в рабочем цветовом пространстве sRGB IEC 619662.1, потому что именно на этом цветовом пространстве работает весь интернет. Также обязательно ставлю конвертировать в рабочее пространство sRGB при несоответствии цветового профиля. Вот эти галочки убираю. Любой файл, который у меня откроется в фотошопе, с такими настройками перейдет в цветовое пространство sRGB. И тогда все будет хорошо. Так, да, ребят, если что-то шумит, опять же, я извиняюсь, но вот так вот. Сегодня я с простым микрофоном. Сегодня я не нашел дырки дополнительные под Type-C, под новый микрофон. Поэтому с этим чуть попозже разберемся. Так, хорошо, сейчас момент. 30 секунд и начнем дальше. Можете пока сходить себе чаек налить, попить. Я тоже попью. Че, как у вас дела? Много всего технического сказал, многие ничего не поняли. Но я надеюсь, также многие все поняли. Если поняли, поставьте лайк. Если не поняли, тоже лайк поставьте. Пересмотрите, еще поймете. Так, вот, кстати, я пока донат прочитаю. За 17 рублей пасибо Ara Ray. Спасибо тебе за комментарий. Тыц! Спасибо за 100 рублей. Евгений за 500 рублей. Тоже гигантское спасибо. Лицензионный Photoshop купил. На самом деле, ребят, надо на лицензии работать. Я сейчас работаю на всем лицензионном. У меня и Photoshop лицензионный, и PTGui за 25 тысяч лицензионный. И Final Cut лицензионный, и Final Cut лицензионный. Он тоже стоит конских денег. Но это все-таки необходимые программы для вашего спокойствия. Так, хорошо. Че, поехали обрабатывать фотографии. Вроде сказал, что все у нас происходит в строгом соответствии с цветовым кругом. Теперь давайте разбираться с нашими цветовыми профилями, с нашими цветовыми инструментами. Для начала давайте с вами откроем элементарный DNG файлик. Я его открою с фотофорта Sigma FP. И здесь я его взял, потому что здесь много зелени. Мне хотелось бы вам наглядно показать, что мы можем сделать цвет коррекции с зеленью. Я уже показывал этого много раз. Вы можете увести зеленый канал вправо. Таким образом, у вас зелень станет чуть-чуть более изумрудной. И довести, не знаю, немножечко красного вправо, для того, чтобы получить более правильный скинтон. Потому что изначально, после того, как вы зеленую водите на 100% вправо у вас кожи, немножечко становится розоватой. Вот чтобы вернуть ей адекватный скинтон, вы можете также цветовой тон красного чуть-чуть подвинуть вправо. Это делается на глаз. Дальше я чуть-чуть добавлю контраста, потому что на этой фотографии его не так много. Чуть-чуть немножко поднижу экспозицию и определю точку белого. Все. Вот у меня, пускай будет приблизительно такой кадр. Я с ним особо не заморачиваюсь, потому что сейчас основная работа у нас будет происходить именно в инструментах. Color Balance и так далее. Сюда же автоматически сразу я давайте скопирую цветовой круг, потому что он нам нужен будет для того, чтобы ориентироваться в цвете. Давайте вот сюда, наверное, засуну в нижний левый угол. И мы с вами начнем с самого-самого первого инструмента, который называется цветовой баланс. Color Balance. Color Balance это универсальный инструментище, который позволяет вам за несколько кликов накрутить цвет, в принципе, на всей своей фотографии, на разных цветовых, на разных световых диапазонах отдельно поменять тени, отдельно поменять света, отдельно поменять нейтрали. Так, момент, я чатик себе вынесу. Что у меня там, вебка? Запись с рима будет. Нет, ребят, смотрите, у меня вряд ли это MacBook не тянет. Это камера. Вот камера, на которую я снимаю, она любит фризить. Это нормально. Это, мне кажется, даже фризит этот. Ой, у меня он просто раскаленный. Эй, плата видеозахвата с Алиэкспресса за 2000 рублей, она просто раскаленная. Так, а касаемо этого друга, нет, все нормально. У него загрузка не такая большая, и все хорошо у нас. Так, окей, поехали. Соответственно, что мы можем делать с помощью цветового баланса? Смотрим сюда. Наше сейчас все внимание падает на правый верхний модуль. Свойства нашего цветового баланса. Первое, мы с вами можем выбрать три разных диапазона света. У нас есть три диапазона. Это отдельно тени, отдельно нейтрали и отдельно светлые участки. Если я выберу тени, то я любое движение ползунка буду применять преимущественно на темные участки в кадре. Если я выберу света, то, соответственно, воздействие будет происходить на яркие участки. К примеру, на вот эту часть лица, на светлую часть лица. Ну, в целом, оно произойдет на все лицо, но преимущественно на светлые участки. И нейтрали работа, соответственно, со всей фотографией сразу. Смотрите, многие тоже задаются вопросом. Вот у нас в Lightroom в Camera Raw есть два ползунка температуры и оттенок, с помощью которых мы можем менять баланс белого. Сделать картинку теплей одним ползунком и сделать картинку холодней одним ползунком. Как это реализуется на, опять же, нашем цветовом круге? Когда мы с вами открываем Lightroom, давайте я это все буду вам рисовать. Я думаю, так тоже будет более интересно. Так, моментик. Когда мы с вами открываем Lightroom, у нас с вами эти ползунки могут перемещать наши цвета, наши нейтрали в двух направлениях. Вот давайте эти направления определим. Первое направление это Magento зеленый, то есть мы можем двигаться, мы можем двигаться либо в зеленый, либо в Magento. Это первое направление. Второе направление строго перпендикулярное в тепло и в холод. Это температура, темп, а это тинт, оттенок. Они реализованы с помощью двух ползунков. Здесь как бы угол 90 градусов. Но, когда мы с вами работаем с цветовым балансом, у нас не два ползунка, у нас три ползунка. Они просто-напросто разбиты. Ползунок температуры в Lightroom, он один. А в модуле, в инструменте цветовой баланс, Color Balance, у нас ползунок температуры разбит на два ползунка. На ползунки разбиты красный-зеленый, красный-синий, красный-голубой, извиняюсь. Красный-голубой, это первый ползунок. И второй ползунок, это желтый-синий. То есть мы начинаем просто-напросто искать некую суперпозицию между двумя движениями ползунков. То есть, чтобы увести картинку в тепло, нам нужно одновременно повысить желтый цвет и одновременно повысить красный цвет. Если вы это сделаете, то, соответственно, вы получите некий проект, такую некую проекцию вектора в тепло. И вы получите просто высокую по температуре... А, окей. Так, вот мне тут сказали, передвинуть. Вот так. Вы получите высокую температуру, и у вас просто картинка станет потеплей. То же самое произойдет, если вы добавите синего цвета, синего цвета и голубого цвета. Тогда вы получите некую, опять же, суперпозицию этих двух векторов, и получите уже температуру холодную. Так работает инструмент Color Balance. Вот давайте мы попробуем это реализовать. Если я хочу в целом температуру этой фотографии утеплить, сделать картинку более теплой. В средних тонах я должен добавить красного цвета. Давайте процентов на 30 добавим. И желтого цвета также процентов на 30. Желательно это делать равномерно, но вы всегда в любом случае сможете немножечко все это в разных пропорциях сдеформировать. То есть если вы хотите сместить ваше воздействие немножко в сторону, то есть вы не хотите получать вот такую температуру, желтую, желтоватую, а хотите ее немножечко сместить в больший маджентовый оттенок, в более розовый, чтобы лицо не было желтым, то вы можете немножко уменьшить желтого и добавить красного. Вот соответственно, что я делаю. Я в модуле Color Balance. Вместо сильного добавления желтого я добавляю больше красного, а желтого добавляю меньше. И вот у меня получается уже правильный скинтон. До, после, до, после. При этом картинка вся стала более теплой. Ну да, 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 я понял. Так, сейчас я своей мордой там все закрываю. Поэтому цветовой круг будет наверху у нас жить. Едем дальше. Мы с вами помимо того, чтобы... Все, я картинку убрал наверх. Помимо того, что мы с вами можем увести баланс белого в теплый, мы также можем дополнительно проработать... Опять же, смотрите, мы сейчас с вами работали только с верхним и нижним ползунками. Верхний и нижний ползунок, они отвечают только за температуру. В центре у вас есть еще пурпурный-зеленый, который может чуть-чуть дотянуть еще и оттеночную составляющую, которая будет у нас уже в нашем цветовом круге идти от мадженты до зеленого. И это уже у нас будет ползунок пурпурный-зеленый. Уводим в пурпурный, она становится более розоватая, уводим в зеленый, она становится более зеленоватая. Вот здесь давайте мы сделаем так. Я сейчас закрываю этот файл, открываю опять DNG-файл, его изначально немножечко порчу, делаю его неправильным по цвету. Давайте сделаем вот его таким розово-синим. И попытаемся его исправить. Представим то, что мы с вами накосячили во время проявки, не знаю, во время съемки. И с помощью инструмента Color Balance, цветовой баланс, мы с вами это можем уже с легкостью исправить. Берем средние тона, потому что мы воздействуем, ну, приблизительно, преимущественно на всю фотографию. И первое, что мы делаем, это уводим картинку в зеленый, потому что мы видим то, что она слишком розовая. А второе, делаем температуру теплее. Это видно также по коже. Маджентовая кожа, это своего рода тоже немного прохладая. Поэтому мы добавляем желтого, добавляем красного, и уже находим идеальное для нас сочетание оттенков. До, после, до, после. Как видите, мы уже приблизительно сделали цвет, ну, более похожим на правду. Довести картинку до ума можно будет также через кривые, немножечко изменить кривыми. А также у нас есть еще один нюанс. Вот сейчас мы с вами работали с помощью инструмента Color Balance только на средние тона. Средние тона, просто представьте, как будто вы работаете с кривыми. Представьте, что у вас есть кривые, и у вас есть три диапазона цветов. У вас есть нейтрали, у вас есть тени, и у вас есть света. Вот когда вы работаете в Color Balance с помощью цвета, вы воздействуете на нейтральные яркости, но при этом тени, они как бы остаются такими же, и света остаются такими же. То есть это не происходит линейно, это происходит с некой более, в более плавном виде. Чтобы сделать все более равномерно, ну, не забывайте также и поработать с тенями и со средними тонами, со светами. Вот давайте это и сделаем. Еще раз я попробую пробежаться. Создам с нуля цветовой баланс. Сначала средние тона немножко уведу в тепло, немножко добавлю зеленого, а потом отдельно, уже от, после того, как я сделал приблизительную правку, я проработаю под свои задачи света и тени. Для начала проработаю света. Для этого я сакцентирую на них внимание, буду смотреть на них, и света я буду делать более теплыми. Сейчас они у меня розовые, пурпурные. Я их должен сделать более зелеными, чтобы избавиться от этой пурпурности. Как только я добавляю зелени, они как бы избавляются от пурпурности, но они остаются какими? Холодными, они становятся бледными. Поэтому я должен добавить тепла. Добавляю красный, добавляю зеленый, добавляю желтый, извиняюсь. И вот, у нас цвет уже в светах. Он становится более приемлемым. Остается исправить цвет в тенях. Открываю тени, и также увожу их немного в красный, увожу в желтый, и уже здесь можно подобрать необходимый нам по пурпурности цвет. Ну, он и так, в принципе, нормальный. До, после, до, после. Видите, как сильно меняется у нас изображение? Мы с вами контролируем процесс от и до, от самого начала, от самых теней, до цветов. При таком раскладе у нас получается правильная колористика. То есть, с помощью Color Balance, с помощью цветового баланса, вы можете исправить даже самую запортаченную, вот вроде бы казалось, невытаскиваемую синюю, холодную фотографию. Накинули Color Balance, проследили все три диапазона светлот, получили хороший результат. Понятное дело, у вас, кстати говоря, если у вас стоит галочка свечения, сохранить свечение, то у вас будет добавляться очень сильно контраст. Когда вы эту галочку убираете, светотеневой рисунок, яркость с фотографией практически не меняется, и цвета, деформация накладывается минимально. Вот когда я эту галочку убираю, у меня яркость картинки приблизительно остается прежней, но эффект заметен меньше, поэтому давайте вот, к примеру, без этой галочки немножко докрутим цвет. Я немножко добавлю мадженту, чуть-чуть сделаю попрохладнее тени, потому что они все-таки не такие должны быть теплые, а цвета тоже немножко сделаю менее зелеными. И чуть-чуть добавлю желтизны. Оп, оп и оп. Вот приблизительно так это должно выглядеть. До, после, до, после. То есть мы с вами просто взяли с помощью Color Balance и дотянули фотографию до нужной кондиции. Это что касается Color Balance основных правок. Расскажу вам еще один момент касаемо Color Balance, который мы с вами можем сделать на цветовом круге. Сейчас я говорю о объеме. Я этот способ использую практически везде и всегда, потому что он лично для меня является с очень продуктивным и функциональным, который позволяет вам достичь большего, ну давайте так скажем, опять же, большего объема, больше интересности с точки зрения цвета. Что я вам хочу сказать? Представьте, что наше изображение выполнено по цветокоррекции просто идеально. То есть вы сделали супер минималистичный цвет, с хорошим светом сняли, у вас там, не знаю, свет от окна, либо свет в студии от большого октобокса, минимум рефлексов. Вы сделали все идеально, выровняли свет и сделали так, то что все цвета у вас в кадре находятся в нейтрале. То есть вы получили нейтральные оттенки. Они у вас нейтрально-серые во всех диапазонах. Тени, точка черного у вас чистая, точка белого у вас чистая, нейтрали у вас чистые. Эта фотография будет смотреться технически хорошо. Но, если вы ее хотите сделать еще круче, если она для вас слишком плоская. Раньше плоская фотография, когда там через лап склеили все цвета, она была популярна. Сейчас уже это не так популярно. Сейчас больше популярен, все-таки более натуральный цвет, более естественные оттенки. И сделать сырую, плоскую фотографию, которая в себе имеет только нейтральные цвета, чистые цвета, сделать чуть-чуть более интересный, можно путем разбиения, разделения оттеночности, температуры в разных свето-теневых зонах. Вы можете отдельно, к примеру, света увести немножечко в теплый оттенок, а тени вы можете увести немножечко в холодный оттенок. Таким образом, вот эта разница между температурами, а нейтрали, кстати, нейтрали у вас останутся на месте, они никуда не денутся, вы их трогать не будете, вы только света и тени растянете, у вас фотография получится чуть более интересной, она получится, опять же, чуть более вариативной. Давайте я покажу это на примере, вот на таком. К примеру, возьмем какой-нибудь кадр, уже обработанный. Сейчас посмотрим. Так, ну давайте возьмем, к примеру, почему бы и нет, давайте вот это попробуем взять. Вот у нас кадрик есть, портретик. Давайте я сразу уменьшу, немножко. Так. Что мы можем здесь делать? Здесь, кстати, эта фотография, она была обработана через лап. Я здесь очень много, раньше, 2014 года фотографии, ее сделал через лап. Здесь я склеивал все оттенки травы и немножечко потом в постобработке проработал платье на модели, чтобы оно стало чуть более аквамариновым. Неважно. Давайте поработаем color balance. Как бы я обработал эту фотографию сейчас? То есть, что бы я в нее привнес? Я бы тени немножко увел в холодный. Я бы в них добавил циана и добавил синего, при этом добавив мадженто. Смотрите, что у нас происходит с тенями. Они вместо зелени, они становятся более такими холодными, прям более изумрудными, более даже голубоватыми, более мрачными. Но света мне не хочется делать холодными. Мне хочется вернуть их прежними, чтобы они были яркими, сочными и теплыми, освещенными солнцем. Поэтому я выбираю света, и уже света отдельно от теней я увожу в тепло. Чтобы увести в тепло, мне нужно добавить желтого, мне нужно добавить красного, и дополнительно к этому я получил сейчас нормальные красные цвета. То есть, да, лицо стало хорошим цветом скинтона, но оно розоватое. От этого никуда не деться, потому что до этого тени я увел в мадженто. Соответственно, цвета мне нужно отвести в другой оттенок от мадженты, в зеленый. Я увожу их в зеленый, и у меня появляется идеальный скинтон. Вот так. До, после, до, после, до, после в целом. Тени, обратите внимание, они становятся более холодными. Сейчас это не особо утрировано, потому что мы двигали все на малые проценты. Давайте просто ради эксперимента попробуем это все утрировать. Вот я создал три копии слоя, закину их в одну группу и посмотрю до, после. Видите, что у нас происходит? У нас тени окрашиваются в холодные цвета, а цвета, яркие участки, они становятся более желтыми, более такими тепловатыми. И сейчас я часто пользуюсь именно таким способом достижения объема. Конечно, я это не делаю настолько сильно утрированно, я там накидываю одного слоя, мне его вполне достаточно. Просто сделать хоть какое-то разбиение, за счет чего у вас будет появляться, появляться, опять же, в более интересный смысл фотографии. Окей. Едем дальше. Давайте еще один пример возьмем и будем идти дальше по инструменту Selective Color. В этой фотографии, давайте я сделаю абсолютно все то же самое, поработаю с Color Balance, с цветовым балансом, с контрастами. Беру тени, увожу их в холодный, добавлю прохлады этому кадру. Чуть больше даже Magento добавлю. И в цветах я сделаю картинку теплее, заметно теплее. Таким образом я, кстати, дополнительно еще и работаю с насыщенностью кадра. Смотрите, я тени еще в Magento увожу, а цвета еще в зелень. И получается контраст. Смотрите, контраст не только в... Контраст не только в цветах, в свето-теневом рисунке, но контраст появляется еще и в оттенках. Появляются дополнительные оттеночные тонировки. Тонировки земли. Обратите внимание, какого цвета стала земля на заднем плане. Она прям окрасилась в более такие бордовые темные тона. Кожа при этом осталась абсолютно правильной, естественной. Вот такие вот дела. Если бы я эту фотографию... Опять же, эта фотография очень давнишняя. Год 2014, наверное, 15. И если бы я эту фотографию обрабатывал сейчас, то я бы, конечно же, в нее добавил вот такого типа контраст. Этот контраст мы с вами сделали с помощью элементарного color balance, который делается в один корректирующий слой. и пользуйтесь на здоровье. Так, хорошо. Давайте я сейчас быстренько прочитаю комментарии. Пакетная обработка рассчитана для colorista или лучше цвета делать по отдельным кадрам? Смотрите. Есть еще один маленький нюанс касаемо пакетной обработки. К примеру, если вы обрабатываете серию из 10 кадров, вы можете обработать один кадр, вообще проявить сначала равки все одинаково, то есть вы проявляете все равки в модуле камера рав, либо в копчеване приблизительно одинаково, а потом открываете любой файл в фотошопе, делаете правку через корректирующие слои, потом эти корректирующие слои, там, я не знаю, вы можете накинуть что-нибудь еще, там, коревые, с-образные, без разницы, вы их выделяете с зажатым шифтом, копируете их, просто нажимаете Ctrl-C, потом открываете любую другую фотографию, и сюда эти правки через Ctrl-V вы вставляете, и вот они у вас вставляются до, после, до, после. Пожалуйста. Здесь тоже, кстати, смотрите, как классно легли наши правки с ColorBellos. Посмотрите, как появляется, какой объем прорисовывается на шарфике. Вот такие дела. Это что касается ColorBellance. Ребят, по лабу, я думаю, пройдемся, посмотрим. Если успеем, пройдемся обязательно. Фокусное расстояние с девушкой в желтом платье, это 35 миллиметров. Как заранее понять, какую тонировку применять для конкретной фотографии? Условно, что тени надо уводить в холодные оттенки, а цвета в теплые. Да. Да, просто да. Тени нужно уводить в холодные оттенки, а цвета в теплые. Ребят, остановитесь на этом по одной простой причине. Это физиологически оправдано. Когда вы выходите на улицу и гуляете по улице, все ваши тени, они окрашиваются в холодные тона. А цвета, солнечные лучи, свет, падающие на вас, они окрашивают лицо в теплый свет. Когда вы ходите на улицу, свет светит на вас яркие солнечные лучи. Свет, который проходит через атмосферу, он дисперсирует, раскладывается в спектр. Более теплые длинные волны доходят до вас, поэтому ваше лицо на ярком солнечном свету желтенькое. А тени, они освещаются отраженным светом от неба, холодным. И вы становитесь в тенях более холодными. Поэтому, когда вы делаете цвет-коррекцию с помощью Color Balance тени, уводя в холодный, а света, уводя в теплый, вы получаете естественный эффект. Такой эффект, который вы видите в реальной жизни. Именно поэтому он выглядит красиво. Соответственно, вопрос, опять же, как тонировать, как понять, что вы тонируете правильно. Для того, чтобы понять, что вы тонируете правильно, вы должны первое, видеть на своем мониторе нормальные цвета. Именно поэтому, блин, я рекомендую BenQ. Не потому, что это интеграция, а потому, что они реально, блин, делают тупо нормальный цвет. А без нормального цвета вы не сможете наугад сделать нормальный цвет, потому что вы его тупо не увидите. Первое, вы должны видеть хороший цвет. Второе, никакой процентаж. Вот если, я раньше говорил много, что вы можете поставить цвет по процентам. Частично это верное утверждение. То есть, если я сейчас возьму лицо, открою цвет кожи, возьму панель инфо, возьму пипетку и кликну на цвет кожи, я по ХСБ цветам, видите, у меня хью, в каком процентаже находится, 21%. Это идеальный цвет кожи. Идеальный цвет кожи, запомните, от 10 до 30%. Вот если вы сделаете, даже если у вас, не знаю, там черно-белое отображение, я вообще могу вот так вот сделать магию. Так. Можете сами себя даже иногда так проверять. Берете варианты цвета пробы, ставите какой-нибудь заказной вариант и ставите точку черного 25%. И вот смотрите, ради интереса. Сейчас мы с вами сделаем такой эксперимент. Давайте договорю. Сделаем с вами сейчас эксперимент. Я его запомнил. Соответственно, первое, чтобы вы видели нормальном дисплее цвета, вам нужен нормальный дисплей. Второе, вы не должны по процентам ставить, вы должны именно видеть цвет и по своим глазам, по своему ощущению ставить. А чтобы этому научиться, вам нужен третий шаг. Референс. Ребят, просто, тупо, референс. Вы открываете фотографию на компьютере, заходите к нормальным фотографам, которые классно ретачат, берете их фотографию, перетаскиваете в фотошоп и смотрите вот рядышком друг с другом свою фотографию, чужую фотографию. Таким образом, вы сможете нативно перенять температуры, нативно перенять оттенки. Потому что, когда вы обрабатываете вот здесь и сейчас, я не знаю, у меня вот здесь сейчас горит слева от меня синяя лампа, сверху у меня горит синее освещение, потому что я стримы так провожу, я видео записываю в этом свету. но этот синий цвет дает мне неправильное осуждение о цвете на мониторе. Я уже неправильно воспринимаю цвет на мониторе. И я могу, обрабатывая фотографии, его уводить, делать его более холодным, менее нейтральным. И чтобы не косячить, чтобы вот так не тупить, лучше всего сделать себя, ну, оградить себя от неправильных рефлексов. И плюс, открыть референс, откройте референс. По референсу вы сможете довести цвет до нужной вам кондиции. А теперь опыт. Смотрите, я сейчас открыл черный proof setup. Я не знаю, какой цвет у меня на фотографии. Давайте я вот так вот сделаю. Я сейчас открываю вот мой оригинальный файл в... Давайте крупный возьмем портрет, не этот. Так, момент. Завлекли вы меня, мне это нравится. Давайте это сделаем. Открываем опять нашу альбину с неправильным балансом белого. И на альбине давайте я сразу подрублю черный-белый, черно-белую цветопробу. Опять dot grain 25%. Все. Сейчас она у меня черно-белая. Смотрите, я не знаю, какой цвет на лице моей модели. Я не знаю, что там происходит. Но поставив пипетку, к примеру, представим, что у меня супер просто мега провальный монитор, который вообще неправильно отображает цвета. Я просто перевожу в чб, не цвет, не обесцвечиваю картинку, это очень важно, а я ставлю именно вариант цветопробы. То есть, в любой момент я могу вернуться к цвету. Я ставлю черно-белый вариант цветопробы, ставлю пипетку ей на лицо, выбираю хсб цветовое пространство, и смотрите, что он мне показывает. 317% хью. 317% хью, это если вы откроете цветовой круг хсэл, то он будет слева от красного, он супер маджентовый, и мне его нужно довести до нужной кондиции. Я выбираю цветовой баланс, выбираю, к примеру, средние тона, понимаю то, что у меня хью слишком холодный, поэтому я его должен, во-первых, довести до больше зеленого, плюс добавить желтого, теплого, и все равно недостаточно, 327. Я делаю что-то не так, я сейчас работаю со средними тонами, а лицо находится в цветах, я выбираю цвета, и делаю все то же самое, увожу в зеленый, и увожу в теплый, ровно до того момента, пока я не получу нормальный цвет. Вот смотрите, сейчас у меня цвет появляется на коже, какой? 20%, 20 градусов, 20 градусов это идеальный цвет кожи. Сейчас я выключу черно-белую интерпретацию, у меня должно быть нормальным лицо. Нормальное лицо. Вот в принципе то, о чем я и говорю. Даже на плохом мониторе из вот такой картинки вы можете сделать нормальный скинтон. До, после, до, после. В режиме наложения цветность накинули, и все, у вас меняется только оттеночная составляющая. Вот если вы, к примеру, не хотите яркость менять, вы можете этот инструмент Color Balance накинуть в режим наложения цветность. Color. И тогда у вас перенесется информация только о цвете. Все, вот у вас получается отличный портрет. Можно там тени немножечко в мадженту увести, в холодную давайте, в холодную мадженту. Меньше желтизны. Все, и вот у нас замечательный портрет на выходе имеется. До, после. С идеальным цветом кожи. Так, TIFF нам не интересен, ребят, потому что, ну, как вам сказать, TIFF, они используются в основном в печати, в полиграфии, потому что они не сжимают файл, растровое изображение. JPEG это алгоритм, формат файла, который подвержен в любом случае алгоритму сжатия по кластерам 8 пикселей. То есть, ваше изображение делится на группы, квадратики такие 8-пиксельные, которые делятся на три составляющие. Это светотеневая и цветоразностная. То есть, два канала там, опять же, A и B, вот эти лаба цветовых пространства, цветового пространства вы делите, и там происходят дикие сжатия, поэтому в полиграфии не используется JPEG. Даже в 12, даже если вы сохраните в 12 с качеством на 12, то ничего хорошего не выйдет. Так, откуда мерить градусы? 0 градусов это красный. Еще раз, ребят, вы берете, открываете цветовой круг, пожалуйста, его выучите. Без него нифига, шиньки, у вас не получится. Вот здесь у вас, вот здесь у вас 0 градусов, вот здесь у вас 60 градусов, здесь у вас 180 и так далее. Цвет кожи, нормальный цвет кожи, он у вас должен находиться в промежутке от 10 градусов до 40. 40 это уже, конечно, супер желтый, это Олесю Алби у нас начинает сюда приходить. Давайте до 30 с вами условимся. Вот 10-30 градусов это идеальнейший скинтон. Работайте в нем. Кнопки красиво не существует. Для этого есть Facetune. В Capture One лучше сохранять, если, ребят, если вы готовите для интернета, можете в JPEG в максимальном качестве сохранять и не париться. Если вы снимаете модель с лампочкой накаливания и если вы изначально хотите сделать свою фотографию какой-то супер неестественной, то есть понятное дело в неоне, где у вас там желтый, зеленый, красный, синие цвета, понятное дело у вас получится абсолютно разный цвет и здесь уже процентаж не поможет. Я говорю про процентаж, который вы можете реализовать с естественным светом сделанный. Шоколадную тонировку объясни плиз. Как градиентом красить красиво? Шоколад холодные тена, понятно. Так, если печатать хотите, сохраняйте в Tiffy и нанесите в нормальную типографию. MacBook Air для фотошопа выше крыши хватает. Я даже стримы на нем веду. Нормально. Вообще на самом деле MacBook я у Инны отнял. Это ее теперь MacBook. Пока она на нем пока не работает. Не может никак переехать. Так, 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 так. Вопросов пока что я что-то как-то не вижу. Опять-таки классические вопросы. Сколько стрим будет? Люблю красить в C1. Земля должна быть черной. Не факт, что земля должна быть черной. Земля может быть разного цвета, зависит от освещения. Если она освещается солнечным светом, проходящим через листья с рефлексом от листвы, она может быть желтой. Ничего такого. Так, хорошо. Как получить чистые цвета на фотографии? Правильно выставить баланс белого и снять фотографию с правильным светом. Если вы выставите один источник света, придете в Foto Studio, сделаете кадр с одним октобоксом, выставите свет фронтально, без рефлексов, с черными флагами, то вам, чтобы получить чистый цвет на фотографии, нужно будет просто прийти домой, открыть этот RAW-файл, выставить баланс белого по вспышке, и все, и вы получите идеальнейшие, чистейшие цвета. Если вы снимаете на улице, то там уже сложнее, там вам нужно будет как раз цвета чистить, либо через Selective Color, либо через Color Balance, либо через Hue Saturation, и так далее. Кстати, мы сейчас с этим с вами и будем заниматься. У нас еще надо Selective Color разобрать, нам нужно еще разобрать Hue Saturation, еще не почтый край. А сколько у нас уже стрим идет? Нормально, час пятнадцать. Я думаю, мы постараемся успеть в два часа уложиться. Как редактировать точку черного, точку белого, точку серого? Тоже элементарно просто, с помощью кривых. Тоже об этом сейчас расскажу. Давайте, наверное, прямо с этого начну, потому что оно имеет очень неразрывную связь с Color Balance. С помощью градиентов ты, если говоришь Venom, бро, если ты говоришь про карту градиентов, то можно ее сделать с помощью черно-беловой карты градиентов с выставленными точками на этой карте градиентов в режиме наложения luminosity. Об этом тоже могу в принципе показать, как это делается, но этот способ он имеет, не имеет никакого отличия от способа через кривые, то есть абсолютно та же самая механика. Какой баланс белого должен стоять на камере? под освещение, под определенные условия освещенности. Если ты снимаешь в пасмурную погоду, поставь облачно, если снимаешь в яркое солнце, поставь солнечный свет при условии, что солнечные лучи света падают на лицо модели, тогда тоже все будет правильно. На самом деле, ребят, постановка, баланс белого, это крайне сложная, крайне широкая тема. Вы должны адаптироваться под освещение, вы должны адаптироваться под разные типы света, вы должны адаптироваться под рефлексы, потому что в зависимости от, там, не знаю, вы захотите снять портрет человека рядом с зеленой стеной, понятное у вас дело будет зеленая полрожи, и вы никаким балансом белого это не исправите. То есть, недостаточно, чтобы получить чистый цвет, выставить правильно баланс белого. Вам нужно совершить некий обряд, некий набор, кластер целых действий, которые смогут вам дать потом на выходе чистый цвет. 3D графику я не использую, стрим будет. Хорошо, серая карта вам тоже не поможет, ребят. Почему серая карта не поможет? Дело в том, что серая карта она может тоже на себя по-разному воспринимать, отражать цвет, который на нее падает. Это, конечно, универсальный способ, для видео он хорош. Для фотографии он абсолютно не нужен, потому что в постобработке вы баланс белого сможете исправить так, как вам нужно. Для видеокарту серого я могу прям порекомендовать строго, а для фото нет. Потому что представьте, вы фотографируете модель и через каждые 3 секунды вы подбегаете к модели, чтобы выставить по карте серого ей нормальный цветовой баланс. Но это бред, конечно. Каких знаю я крутых фотограф в предметке? Да никаких. Сейчас здесь зависит, опять же, от какой предметки. Предметка делится. Сейчас любой контент-мейкер для SMMщик, там, не знаю, ну, именно ведущий социальной сети для любого бренда, небольшого, малого бизнеса, который делает всякие мылья и, там, не знаю, фуд-фотографы, они делают потрясающие предметные кадры, именно естественные, живые, флет-леи, раскладку и таких людей просто уйма. А есть на Ютубе, вы просто вбейте на Ютубе предметная фотография. Есть какой-то мужик, я не помню, как его зовут, я где-то года два назад его просто засматривал до дыр, его канал, именно в плане постановочной и предметной фотографии. Тоже очень интересно, как он берет листы бумаги белые, вырезает из них флаги, устанавливает, там, фотографирует бутылки с всякими брызгами от воды. В общем, много всего интересного. Какие книги почитать лучше? Книг тоже полно. Иоганна Итана Искусства Цвета, Павел Котенко Живая Цифра. Это вот прям две книги, которые у меня сразу вылетают. Вообще, у меня есть список, я, если хотите, могу вам списком куда-нибудь прислать в комментарии. Если напомните мне, это, короче, Инна мне напомнит, Инна напомнит, я вам пришлю список целый. У меня есть список книг, которые обязательно нужно прочитать. Там и техническая литература, и художественная литература, которая позволит вам немножечко спрогрессировать свои фотографии. Сараханов, а, Сахаров, Игорь Сахаров. Окей, не знаю, но, наверное. Наверное, ребят, я могу еще такого человека назвать, как тут Сахарова я прочитал, Сараханова. Серегу Сараханову, послушайте его, что он говорит, тоже интересный дядька. Так, хорошо, давайте ехать дальше. Книги вам пришлю. Возвращаемся к точке черного, точке белого и всему остального. Давайте я вам покажу вот такой пример. Открою фотографию, возьму и ее как-нибудь запарю. И запарю я ее следующим видом. Я открою вот такую ситуацию, цвет-коррекцию. Возьму тени, окрашу их в какой-нибудь розоватый цвет. А цвета я в какой-нибудь зелененький цвет окрашу. Нажму на окей. А давайте нейтрали вообще уведу в красный. Вот смотрите, у нас фотография просто сошла с ума. Она отображает абсолютно нереалистичные цвета. И нам нужно сделать из них реалистичные цвета. Для того, чтобы выставить точку черного, точку белого, точку серого, я сделаю себе три метки помощника. Давайте я создам вот такую метку черную. На нее буду ориентироваться. Такую же метку я создам нейтрально серую, порядковый номер 80-80-80. И создам еще одну метку с порядковым номером, ну короче, белую метку. И вот по ним я могу также дополнительно ориентироваться на различные оттенки моей фотографии. В чем идея? Вы берете также Color Balance, где он у нас, цветовой баланс. И с помощью Color Balance стараетесь восстановить тени. Ну вот давайте, к примеру, у нас вот здесь тени есть. Я попробую их уравнять. Я беру тени и уравниваю их. Я вижу то, что у меня тени слишком красноватые. Я их делаю менее красными. Делаю их максимально серыми. Оп, чуть-чуть они синеватые. Все, это раз. Первое, я нейтрализовал тени. Видите то, что у меня тени нейтрализовались? Я ориентировался визуально по серой метке. Далее я могу то же самое произвести с белыми участками. Здесь фотографии белых участков у меня, кстати, нету. Но я могу просто иметь вот эти две плашки для того, чтобы приблизительно понимать, где у меня нейтрали. Вообще сюда, конечно, хорошо еще и вот эту серую плашку подсунуть под ее лицо. Ориентироваться буду по лицу. Вижу то, что лицо... Кстати говоря, мне никто не мешает взять пипетку еще вот сюда тыкнуть и проверить цвет, который у меня будет на лице. Ну не на лице, давайте на самых светлых участках, на ее коже. По ХСБ процентажу у меня, смотрите, 72%, но это зеленый. То есть зеленый, нормальный цвет, опять же, от 10 до 30%. Поэтому я беру цвета и делаю их более маджентовыми, потому что они сейчас очень зеленые. И я увожу это все добро. Сюда же я добавлю желтого. Оп. И увожу немножко опять в маджентовый оттенок. Чик. Ну вот хотя бы к 40% довести наш верхний предел. Здесь, кстати говоря, вот здесь уже все хорошо. Смотрите, я на лицо сюда кликаю. Здесь у нас уже по оттенку 18%. То есть здесь цвет идеальный. А там у нас просто появляется такой блик. Это второе действие. И третье действие. У нас остались нейтрали. Мы видим то, что вся фотография по отношению к серому вот этому кругу, но она прям красная-красная. Поэтому я беру средние тона и довожу их приблизительно до нейтрали. Опять же повторюсь, сейчас я это все делаю через Color Balance. Чуть попозже мы с вами это все сделаем через кривые, через точку черного, точку белого еще раз. Делаем всю фотографию более нейтральной по оттенкам. Видно то, что она у нас красная, поэтому я убираю красный. Видно то, что она у нас сейчас немножечко тепловатенькая. И я в нее просто добавляю немножечко зелененького. Все. До, после, до, после. Убираем все эти три пипки ненужных. И вот мы с вами исправили цвет. До, после, до, после. До, у нас был какой-то непонятный, странный тонировочный эффект. После, бабах, идеальная картинка. Кстати говоря, смотрите, у нас сбоку есть различные варианты отображения полотна. Вот я использую всегда темно-серый, потому что отпираясь на него, я могу выставить приблизительно нужным образом оттенок на тенях своей фотографии. То есть ваш интерфейс фотошопа также является вашим референсом, вашей рэперной нейтралью, по которой вы выставляете баланс белого. Это вариант первый с помощью Color Balance. Давайте еще раз сделаем то же самое через кривые. Алгоритм. Все запоминаем. Смотрим, запоминаем, потому что алгоритм рабочий. Смотрим сюда. Важно. Очень важно. Очень и очень важно. Давайте вот эти три круга я вот сюда закину. Вот так. И буду сейчас выставлять точку черного. Как выставляется точка черного через кривые? Вы берете пипетку, вот эту черную пипетку, с зажатым Options вы начинаете двигать вот эту точку. Точку черного. Видите, я ее двигаю. Я ее двигаю вправо. И у меня показывается маркер недоэкспонированных зон. Моя задача сейчас найти то место, которое я могу сделать в кадре черным, которое является черным. Но вот это место, оно черное вообще, по идее, должно. Поэтому я нахожу положение точки черного там, где это все должно происходить. И с зажатым Options я кликаю мышкой сюда. Вот я кликнул. Ать! Смотрите, что произошло с моими кривыми. Они разбились на три канала. И в каждом канале точка черного сместилась немножко вправо. До того момента, пока не нейтрализуется цвет в тенях. Сейчас у меня цвет в тенях нейтрализовался. Уже сейчас смотрите, как фотография почистилась. До, после, до, после. Уже даже двигать-то в принципе ничего не нужно. Видно, как хорошо тени у нас стали нейтральными, они стали чистыми. Но при этом у нас все-таки остается неправильный цвет в светах. Света у нас остаются также слишком зелеными. И мы это должны исправить. А это исправить мы можем либо с помощью пипетки точки белого. Можем... Вопрос. Вот здесь вопрос. Можем ли мы сейчас использовать пипетку на точке белого, чтобы выставить... Есть ли в кадре какие-то объекты нейтрально-серые? Ой. Вот как вам это объяснить? Давайте сделаем сейчас по-другому. Сейчас я возьму пример хороший, чтобы вам было все понятно. Вот собачонку давайте возьмем. Отлично. Собачонку берем. Собачонку берем. Ой. Не туда я нажал. Тык. Давайте тонернем опять. Какой-нибудь такой мадженту тоже. Небо не прокатит, ребят. Ярослав, небо не прокатит. И воротник не прокатит. На предыдущей фотографии ничего из того, что вы думаете, что может прокатить, не прокатит. Объясню почему. Вот здесь я, да, мог бы взять точку белого, кликнуть на небо, но небо-то нифига не белое. Оно в хроматических аберрациях расплылось все. И здесь нету белого участка. Это раз. Второе. Воротник тоже не прокатит, потому что вот здесь цвет, он из-за того, что объектив немножечко замыливал, он как раз тоже не содержит в себе естественный нативный цвет. На дорожке я тоже не кликну. А вот на этой фотографии у нас как раз все получится хорошо. Давайте ее пробежимся. Смотрите, я беру корректирующий слой кривые. Еще раз смотрим. По глазам тоже не получится. Там слишком маленькие глаза. Еще раз смотрим. Я выбираю точку черного. Выбираю черную пипетку. Двигаюсь с зажатым альтом пипетоньку. И нахожу в кадре локальный черный цвет. Что такое локальный цвет в кадре? Локальный цвет это тот цвет, которым обладает сам объект, естественный объект. К примеру, собака у нас черно-белая. У нее черная шерсть, она естественно черная. Она не розовая, она не фиолетовая, она не зеленая. Она черная. Ее локальный цвет черный. У черного, не знаю, у белого листа бумаги локальный цвет белый. То же самое и здесь. Я беру с зажатым options, кликаю на черную шерсть собаки. Вот я кликнул и получил определенный цвет. Кстати говоря, еще один момент. Смотрим сюда внимательно. Очень важно. Когда вы выбираете точку белого, обязательно убедитесь, то, что у вас размер образца сверху стоит не точка, а средняя. Хотя бы 5 из 5. Чтобы выбирался кластер пикселей с выделенным радиусом, и вы получали более верное осуждение о цвете. Вот я кликаю на точку черного, на вот эту шерсть. Да, она там действительно черная. С зажатым alt. И проверяю цвет. Каким он у меня получается. Смотрите, сейчас ничего не происходит, потому что здесь слишком черная точка. Там и так не было информации. изначально не было информации. И я не могу кликнуть на эту точку, потому что там нету ничего. Ничего не будет. Вот чтобы что-то было, алгоритм. Я кликаю на тени. Выбираю RGB. Выбираю точку черного. Кликаю на тени. Опа. И вот сейчас, смотрите, у меня 3 канала. Я их последовательно открываю. Они у меня смещаются. Красный, зеленый, синий. Вот здесь. Красный, зеленый, синий смещаются. То есть, грубо говоря, когда я кликнул на тени, у меня все 3 канала сместились, каким-то образом изменили тени. Тени очистились, они стали нейтральными. Но при этом я получил слишком сильное затемнение теней. У меня точка черного, она очень сильно съела много всего в тенях. Я могу это оставить, а могу это и исправить. Как это можно исправить? Смотрите. Вы должны понимать то, что сейчас смещение произошло на определенные проценты, но разница между красным, зеленым и синим, она должна сохраниться у вас для того, чтобы поменялась хроматика кадра. Вот чтобы у вас картинка не затемнялась, но при этом осталась хроматика кадра, вот именно деформация цвета, вы должны сместить все эти 3 точки налево, то есть в изначальное положение, но при этом оставить разницу между ними. Что я делаю? Я беру точку черного, красного канала, смотрю, насколько она смещена. 19%. Потом смотрю на зеленую. Она смещена на 12%. А синяя смещена на 15%. Наименьшее смещение произошло в зеленой точке. 12%. Я обнуляю это значение, возвращаю ее на первоначальное состояние, потом выбираю красную точку черного и смещаю точку черного на смещение зеленого канала. Зеленый канал я сместил на 12%. Значит, 19 минус 12 получится сколько? 7. Ставлю 7%. Далее я выбираю синий канал. 15 минус 12 получается 3. Все. Вот сейчас я просто-напросто почистил точку черного. Смотрите. До, после, до, после. Она была розоватой. До, а после она стала нейтральной. То же самое мы производим с точкой белого. Я выбираю точку белого. Кликаю на мордочку собаки. Вот эта часть шерсти, она должна быть белой. Я кликаю сюда. Чпык. Она у нас высветляется. Смотрите, что у нас происходит с всеми ползунками. Видите, они как сильно смещаются. Чтобы такого не происходило, тут уже придется считать. Смотрим, на сколько процентов все смещаются. 157, 196 и 177. Зеленый канал у нас смещается меньше всех. 255 минус 196 у нас получается 59. 59, если я не ошибаюсь, да? 59. Соответственно, мы должны на 59 процентов подвинуть каждый из трех каналов. 157 плюс тег, момент. 150, не туда опять. Задвигаю сейчас все подряд. Так, здесь у нас все правильно. Возвращаемся назад. Опять надо будет кликнуть. Берем точку белого. Кликаем сюда. Далее выбираем зеленый канал. Точка белого у нас уже не 59, а 57. Возвращаем это на право. Берем красный канал. 157 плюс 57. Это получается 214. И берем синий канал. 107 здесь плюс 56. Это получается 220. Сколько? Ну-ка давайте вместе со мной считаем. 107 здесь плюс 56. Видите, я уже считать с вами разучился. Сколько будет? Я не помню. Давайте. Ой, возьму калькулятор, чтобы не протупить. Стыдно будет, если я протуплю. Короче, так чистится у нас точка черного. Ну, 235 у нас получается. 235. Нормально, нормально. Я уже что-то начал думать, что у меня совсем голова едет. Кукуха едет не спеша. Вот у нас получается смещение. Но все равно у нас слишком много красных цветов в кадре. Чтобы эти красные цвета из кадра убрать, мы можем просто-напросто подвинуть нейтрали. Потому что нейтрали мы еще с вами не выставляли. И нейтрали мы с вами можем исправить с помощью нейтральной точки красного. Добавив немного точки зеленого, вы отправите фотографию. Вот у нас получается до и после фотография начинает исправляться. Давайте, кстати, проверим, что у нас с мордочкой собаки. Мне кажется, у нас моя арифметика меня подвела. Я все-таки накосячил, пока торопился. Сюда поставлю пипетку, открою RGB-каналы. Смотрите, в RGB-каналах я вижу, что у меня слишком мало. Вот эти проценты, они должны быть равными. Когда они будут равными, вы получите нейтральный оттенок. Сейчас они пока что немножко отличные друг от друга. Я получаю слишком много зелени. Поэтому я немножко зелень все-таки уменьшу. Так, давайте уменьшим зелень. И немножко добавим точку красного все-таки. Чтобы получить нейтрали. Ну вот хотя бы так. Оп. Ну и все равно, опять же, отдельно нам придется нейтрали чистить. Нормально. 235, 235 все пишут уже. Смотрите, еще один очень важный момент. Когда вы используете точку черного и точку белого, не всегда это будет работать идеально. Это все технические моменты выставления именно по процентам. Они не всегда чисты. Они не всегда работают идеально. Поэтому в любом случае, если вы получили какой-то непонятный кадр, вы можете себя иногда проверять процентами. Но все остальное делается по неким просто причинно-следственным связям. Видите то, что у вас тени холодные, либо горячие, либо маджентовые? Вы их правите с помощью элементарного цветового круга. Ну, давайте еще разок попробуем это сделать. Здесь тени, я вижу, что они слишком красные. Я делаю их менее красными путем уводки в холодный. Вот увел в холодный, добавил немножко сюда зеленого, тоже чтобы нейтрализовать. А цвета как раз наоборот сделаю менее зелеными, более маджентовыми и более теплыми. И вот у нас фотография также начинает потихоньку чиститься. Касаемо color balance и касаемо кривых, касаемо поиска точки черного, точки белого, единственный метод, которым я могу порекомендовать реально пользоваться, это только поиск точки черного. Все остальное нас интересовать не будет. Потому что поиск точки белого, это как найти иголку в стоге сена. Но это просто бестолково. Лучше всего точку белого уже выставлять по, канально на глаз. То есть видите то, что у вас кожа слишком зеленая, соответственно вам нужно этот зеленый цвет убрать. А чтобы его убрать, нужно добавить красного и синего. И зеленый цвет у вас начнет уходить. Вот мы опять же элементарно убрали зеленый цвет в цветах. У нас картинка немножко нейтрализовалась. Потом отдаляете назад, смотрите в целом на картинку. И либо через color balance, либо через кривые, вы делаете также правку. Слишком много у вас красного. Да не проблем, открыли красный канал, убавили все это дело немножко вниз. Либо смотрите, не хватает вам зеленого. Хотите больше зеленого, потому что все выглядит магентовым. Добавьте зеленого и все, вот ваша фотография подчинилась до-после. Поэтому все вот эти методы, которые мы с вами используем, поиск точки черного, поиск точки белого, они, конечно, приходят с опытом. Но здесь нету каких-то строгих правил. Вот у вас 10%, значит, надо там поставить 50%. И тут у вас 15%, значит, там 16%. Нет. У вас есть ваши глаза, которыми вы смотрите на монитор, видите то, что у вас картинка слишком зеленая, открыли, определили ту область, в которой она у вас выглядит зеленой, добавили мадженты, либо убавили зеленый. И получили нужный цвет. Вот такие дела. Так, хорошо. Давайте дальше смотреть. Сейчас поотвечаю на вопросы и перейдем к Selective Color. Selective Color крутая вообще штукенция, которая вообще супер-супер-пупер интересна. Так, Злать, спасибо большое тебе за 100 рублей. Спасибо за невероятно полезный канал, топовая подача. Спасибо. Ивану Сорокину спасибо за 5,5 евро. Петрову Ивану спасибо за 2 евро. И Павлу спасибо за 300 рублей. Окей. Давайте... Ребят, спасибо вам большое на самом деле за донаты. Спасибо за то, что поддерживаете мои стримчанские. У меня стрим не отвалился, кстати говоря. Все, все, все читают, все видят, потому что у меня сейчас, я смотрю на статистику, у меня просто такой провал с 9,50 по 10,30. А, нет, все нормально, все вернулось, все на месте. Так, давайте поотвечаю на вопросы. Дмитрий, спасибо за 300 рублей еще. Еще раз, ребят, спасибо вам большое за всю поддержку, за донаты, за лайки, за комментарии. Я надеюсь, я надеюсь, вы вообще черпаете что-то полезное из моих стримов, потому что я пытаюсь выкладываться на полную катушку, пытаюсь рассказать вам много всего интересного. На калькулятор спасибо, Антон, за 5 евро. Я обязательно куплю себе калькулятор какой-нибудь навороченный. На самом деле, участвуйте вообще во всех активностях, задавайте вопросы. В Инстаграме я часто устраиваю вопросники, ну как часто, редко. У меня там куча вопросов мне пришло, тоже на них надо все ответить. Сегодня посижу, может быть, вечером поотвечаю. Стримы все у меня сохраняются на канале. Вообще, ребят, я часто провожу стримы. На канале полистайте стримов полно на абсолютно разные темы. Так, давайте, я пока, пока я отвечаю на вопросы, вырублю. Не тормозит? Нормально, вроде задержки особой нет. Разбор цвета кора я, кстати, делал Олесю Алби. Тоже в планах есть еще сделать нескольких ребят. Алекса Тодда можно сделать, можно сделать Кая Бойта, немецкого фотографа очень крутого. У него такая пленочная, она как бы современная, но пленочная обработка. Ее сделаем. Надо иметь нехилую насмотренность, чтобы разглядеть паразитный цвет. Да, ребят, вообще на самом деле ваша насмотренность это одна из самых важнейших вещей, которая должна присутствовать и которой, к сожалению, многие пренебрегают. Если вы такие думаете, что вот вы сейчас купите курс, не знаю, там, купите экшены, пресеты, пройдете, сходите в фотошколу и моментально научитесь делать крутые кадры с крутой цвет коррекцией, нифига подобного, так это не работает. Вы получите инструментарий. То есть вы пришли ко мне на мастер-класс, на стрим, я показал вам, как с помощью Color Balance двигать ползунки. Я объяснил, как они работают, я объяснил, как они ложатся на цветовой круг. Но, но, как именно вообще почувствовать вот эти все движения, в каких направлениях их двигать, это вы сможете только с опытом, когда вы вот реально собаку съедите на все это и цвет коррекции, когда сделаете много-много однотипных действий. Тогда у вас все это будет более правильно. Так, Валерий, Валерий, спасибо большое за 10 евро. На самом деле, вы также можете задавать мне вопросы в Instagram. Я стараюсь отвечать по мере возможности, но задавайте, в общем, по мере возможности отвечаю. Анатолий, спасибо за 100 рублей, 100 подписчиков до Нового года. Не знаю, наберем, не наберем. Я постараюсь выпустить прям супер-супер интересные обзоры. Не обзоры, а именно уроки. Поэтому, если поднапряжемся, если вы все поставите лайк, а кто не подписан на канал, подпишется, тогда мы наберем с вами сотню. Кай Боит. Кай, три буквы. Кей, Эй, Ай. Зайдите ко мне в Instagram и откройте тех людей, на кого я подписан. И посмотрите этих ребят, там много классных фотографов. Открывайте их, смотрите, сравнивайте свои фотографии с их фотографиями, цвета. И только так вы сможете прийти к нужной насмотренности. Пресетами я практически не пользуюсь. У меня есть свой пресет бар, который вы также можете скачать. Он у меня на сайте, он есть везде. Я про него уже кучу всего рассказывал. Пресет бар уже скачали 15 тысяч раз. Популярная штука, а главное, она простая и полезная. Так. Ронни Гарси, да, Ронни Гарси, просто тоже потрясающий, интересный аккаунт. Можете посмотреть. В инсте с воскресенья не отвечаю. В инсте с воскресенья не отвечаю за простую причину. Я ездил сейчас в Казань с мастер-классом. Проводил там два... Ой, в Казани, в Санкт-Петербург с мастер-классом. И я, ребят, просто сейчас у меня... Вчера был стрим, сегодня стрим. Я в мега зашивке. Я завтра уезжаю в Самару отдохнуть на несколько дней к родителям. И у меня как раз будет время, чтобы всем ответить. Поэтому все будет. Я фотографирую, я занимаюсь ретушью. И то, и другое. Это исключительно хобби для меня, в основном хобби. Поэтому я люблю и фотографировать, и заниматься ретушью. Кайбует, да, Анатолий написал, спасибо. Так, сейчас еще прям несколько вопросов, и мы переходим дальше. У нас остался Selective Color и Hue Saturation. Там не так много, я думаю, быстро вам объясню. Все несложно. Какой фотоаппарат для новичка? Если это кроп, возьмите Canon 1100D за 8000 рублей с Avid. Этого будет для начала достаточно. А потом уже будете переходить на профессиональную камеру. Там уже нужно 1100 вложить. Тенденции сейчас таковы. Сейчас набирают обороты более, как и раньше, как и всегда. Классику не изменишь. Классика останется классикой. Пленочный цвет чистый. Я не могу сказать чистый. Потому что пленка это своего рода большая цветкоррекция. И пленка сейчас набирает обороты. Она продолжает быть популярной. Сейчас гигантское количество фотографов, которые снимают на пленку с минималистичным количеством оттенков. И это выглядит просто естественно. Ирина Воротынцева. Можете посмотреть в инстаграме. Дмитрий Максимов. Да, Дмитрий Максимов снимает просто офигенно. Давайте я вам покажу. Дмитрий Максимов снимает... Надеюсь, YouTube нас за это не заблочит. Дмитрий Максимов снимает просто потрясающие мужские портреты. Которые, я уверен, вы посмотрите. Если вы скажете, о боже мой, как это красиво. И 100% подпишетесь на этого человека. Так, момент. Инстаграм. Дмитрий Максимов. Сейчас вам покажу. Так, не тот. Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Сейчас все будет. У него очень крутые мужские портреты. Очень естественный стиль. Можете полистать, посмотреть. Максимов Дима. И я уверен, кто занимается именно портретной фотографией, очень вдохновится его стилем. И все вдохновляются. Так. Андрей. Спасибо большое за 500 рублей. Саша. Спасибо большое. Саша. Саша большое спасибо за 500 рублей. Сейчас начнем уже обрабатывать фотки. За 99 рублей. Спасибо, Пикассо. На стриме по фокусам говорим, что Инна снимает на Олимпус в микро 4 третьих. Использует спидбустер. Нет, она спидбустером не пользуется. Она снимает на микро 4 третьих. Снимает на Олимпус. Блин, на маленький. Многие тут ворчат, что снимают на кроп. Хлади, мак. Да, он на самом деле разогрелся, Анатолий. Но ничего, сейчас я его не нагружаю. Сейчас он остынет. Поэтому могу сказать, что Инна молодец. Посмотрите на ее тоже фотки. Они очень естественные. Прекрасные. Прекрасные. Снятые на микро 4 третьих. Поэтому не обязательно снимать на фулл фрейм. Можно делать классные кадры и на суперкропы. Так, Валерий. Спасибо большое за 5 долларов. Я, может, пропустил ответ. Но как относишься к Luminar 4 и плагин для фотошопа? Ninja Red Touch. Я на самом деле не особо люблю плагины. По одной простой причине это своего рода медвежья услуга, которая делается за вас. Она не такого высокого уровня, как хотелось бы ее видеть. Ни один плагин не заменит вашего ручного труда. И мое мнение негативное по отношению к плагинам. А касаемо Luminar, все окей. Luminar отличная программа, с помощью которой вы также можете делать ту же самую механику, что и с Capture One, что и с Lightroom по цвет коррекции. Там нет никаких сложностей. Просто сложно привыкнуть к инструментарию. А сделать можно в чем угодно. Вы можете сделать даже, не знаю, открыть какой-нибудь паст Stone Viewer и через паст Stone Viewer сделать так же, интерпретировать равку нормально. Так, хорошо, ладно, давайте ехать дальше. Мы с вами еще разберем инструмент Selective Color и Hue Saturation. Для этого давайте откроем какой-нибудь файлик. Сейчас я посмотрю. Так. Давайте возьмем, наверное, вот этот кадр. Я его сразу уменьшу. Так. Вот так вот. И поехали. Да, обзор на Hayone, ребят, будет. Да, я сам вот сейчас сижу, ретачу на Hayone. HS у меня 611. Обзор будет. Я его уже записал, смонтировать не успел. Вот. И сейчас что-то зашился. Он у меня все откладывается, откладывается. Но он точно будет. На него запишу обзор обязательно. Смотримся сюда. Вот сюда, точнее. На экран. Следующий инструмент, который мы с вами разберем, называется выборочная коррекция цвета. Выборочная коррекция цвета. Это универсальный, локальный инструмент цвет коррекции, который позволяет вам отдельно проработать различные оттенки. И покажу. Опять я его. Давайте сначала на инструменте, на цветовом круге. К примеру, мы с вами хотим взять, задачу ставим, мы с вами хотим взять зеленый цвет и поменять его, сделать из зеленого, к примеру, какой-нибудь изумрудный, либо желтый. Как мы это можем сделать? Вариант первый. Через цветовой тон и насыщенность. Через цветовой тон и насыщенность мы можем с помощью, у нас в цветовом тоне насыщенность, есть три ползунка. Цветовой тон, оттенок сам, насыщенность этого оттенка И яркость. С помощью цветового тона мы можем менять оттенки, те, которые у нас есть в кадре. Обратите внимание, они движутся либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, в зависимости от движения ползунка. Цветовой тон, кстати говоря, он, обратите внимание, меняется на какие проценты? От 180 до минус 180. То есть, если вы их сложите, получите 360. 360 градусов нашего цветового круга. То есть, видите, все опять же неразрывно связано. Вы можете поменять оттенки влево-вправо, тем самым изменить оттеночную составляющую каждого изначального локального оттенка на фотографии. Можно это сделать в общем, можно изменить насыщенность этих оттенков, можно изменить их яркость, а можно изменять их отдельно друг от друга локально. К примеру, если выберу зеленый цвет, я могу менять только зеленые оттенки. Но минус этого метода в том, что это происходит очень жестко, с определенными ореолами. То есть, у нас появляются очень жесткие границы, относительно которых мы с вами выстраиваем все эти связи. Это на самом деле не совсем хорошо. Если этим пользоваться очень аккуратно, то в принципе можно получить достойный результат. Что я имею ввиду? Смотрите, я хочу зеленый сделать все-таки изумрудным. Как я это могу сделать с помощью цветового тона и насыщенности? Я могу взять пипетку, кликнуть на зеленый цвет. У меня появляется определенная фиксированная зона, которая воздействует на оттенок. Это границы. Вот первая граница это воздействие стопроцентное, а вторая граница это воздействие нуля, ноль процентов. Все, что между ними является плавным градиентом. От ста процентов воздействия до нуля процентов воздействия. От полного воздействия до невоздействия совсем. Что я подразумеваю под этим? Смотрите, я сейчас выбрал зеленые оттенки, я могу их обесцветить. И у меня эта часть зелени, она обесцвечивается. Я смещая эту границу, могу обесцвечивать любой из выбранных оттенков. Я могу обесцветить красный, я могу обесцветить оранжевый, желтый, зеленый. Я могу взять и потянуть эту часть, вот этого градиента, влево на много процентов, на 180, и обесцветить полусектор цвета. Я могу сузить границу, вот этот градиент, сделать горизонт обесцвечивания более ровным. И уже искать более нужные мне цвета, таким видом. Такое сканирование как бы происходит. И выбрав нужные границы, я всегда могу более аккуратно, более детально воздействовать на мою фотографию. Вот давайте я сейчас выберу сначала все зеленые оттенки, от желтого до аквамаринового. И верну их насыщенность, а далее я просто возьму и цветовой оттенок этих зеленых тонов подвину в изумрудный. Вот таким макаром. Чуть-чуть уменьшу воздействие на зелень, точнее на изумрудную, подвину вот эту всю байду влево. И немножко ограничу воздействие на желтый цвет, вот этим ползунком. Вот так. То есть вот что я могу сделать. До, после, до, после. Но, как вы видите, у меня не получится это сделать супер чисто, без воздействия на желтые тона. То есть у меня в любом случае будет появляться некий ореол зелени вот здесь. Видите, он все равно остается зелень, остается зеленый. И сделать это чисто нереально с помощью инструмента Hue Saturation. Чтобы это сделать более чисто и правильно, мы с вами пользуемся инструментом выборочная коррекция цвета. В выборочной коррекции цвета это уже делается все намного более легко. Здесь мы с вами можем... Здесь мы с вами можем как раз сделать это все дело более изумрудным. Вот таким. Видите? Оп-оп-оп-оп. И это делается более равномерно. Даже вот этот зеленый цвет, он частично начинает уходить в изумрудность. Ну, это происходит более плавно, более мягко. Без созданий каких-то ореолов. Вот теперь давайте разберемся, как у нас работает инструмент Selective Color. Мне придется вам нарисовать некую схемку, по которой мы с вами будем перемещаться в нашем кадре. Вот давайте разбираться. Когда я создаю инструмент Selective Color, у меня появляется выбор оригинального цвета, локального цвета, который мы с вами будем менять. Давайте для начала будем менять нейтрали. Именно нейтрали у нас находятся в центре круга. Вот мы их видим вот здесь. Мы будем менять нейтрали. А дальше я могу двигать какие ползунки? Я могу двигать ползунок голубой, пурпурный, желтый, черный. Циан, маджента, еллоу. Циан, маджента, еллоу это три основных ползунка, которые являются братьями-близнецами, можно так сказать, нашему RGB-цветовому пространству, только противоположные. Брат-сестра. Сестра-брат получается такой. И циан, маджента, еллоу у нас расположены вот здесь. Это циан, это маджента и это еллоу. Мы с вами находимся изначально, у нас просто есть три оси, по которым мы с вами перемещаем эти ползунки. Вот они. Раз ось, вторая ось и третья ось. Изначально они, обратите внимание, все находятся на нуле. Ноль процентов движения каждого ползунка. То есть мы находимся ровно в этой точке. Как только мы с вами начинаем двигать, к примеру, ползунок голубой на плюс сто процентов, что происходит? Мы с вами из этой центральной точки смещаемся на плюс сто процентов в циан. Если мы с вами подвинем, к примеру, если мы с вами подвинем в другую сторону наш ползунок, если мы с вами подвинем ползунок не в сто процентов циана, а в минус сто процентов цианы, то тогда мы с вами сместимся в наоборот красный. И наш цвет, все наши нейтрали, они станут более красными. Этим мы с вами как раз и пользуемся. Выборочная коррекция цвета так и работает. К примеру, я хочу взять все нейтрали и окрасить их, перевести их в цвет, к примеру, желтый. Как мне это можно сделать? У меня есть три основных цвета. Желтый, мадженто, циан. Чтобы все нейтрали увести в желтый цвет, я должен добавить на плюс сто процентов желтый, потому что вот он есть, мы в него должны прийти. И им мы можем управлять. Он есть у нас в виде ползунка. Но если я прострою вот такой перпендикуляр, вот я простроил перпендикуляр к нашему движению, все другие ползунки, такие как циан и мадженто, они уже являются контронаправленными по отношению к желтому. То есть если мы будем добавлять мадженто, то у нас желтый будет становиться менее желтым. И тогда нейтрали у нас никогда не станут желтыми. Поэтому мы должны наоборот убрать циан и убрать мадженто. То есть минус сто процентов мадженты и минус сто процентов циана. И вот смотрите, что мы делаем. Я выбираю нейтрали, добавляю на сто процентов желтого. Нейтрали уже как бы становятся более желтыми, но еще не настолько, насколько мне нужно. А вот убрав пурпурный и убрав голубой, нейтрали становятся супер желтыми. В этом как раз и заключается вся работа с Selective Color. То есть вы смотрите на изначальный цвет и его двигаете по трем осям. Но что если вам нужно подвинуть, к примеру, не нейтрали, а если вам нужно зеленый изменить? Вы должны здесь в локальном цвете выбрать зеленые оттенки. То есть вы уже изначально начинаете работать с зелеными тонами и двигать их. Что мы хотим сделать с этими зелеными? Мы находимся с вами вот здесь. Мы с вами должны их, если мы хотим сделать их более изумрудными, мы с вами должны увести их в циан, то есть добавить циана, и убрать из них желтого, то есть удалить желтый. Все. Таким образом наш зеленый цвет перейдет в циан. Давайте попробуем сделать. Выбираем зеленые цвета, удаляем из них желтый, ать, и добавляем в них циан. Чпык. Смотрите, что у нас произошло. Наши зеленые цвета стали циановыми. Давайте попробуем это сделать на конкретном примере. Не на этом. Вот на этом. Что мы здесь делаем? Мы берем и хотим все наши зеленые оттенки, которые у нас расположены на заднем плане, мы хотим сделать более изумрудными. Я выбираю выборочную коррекцию цвета, беру зеленый оттенок и удаляю из него пурпурный, точнее, извиняюсь, из зеленого я удаляю желтый, и он настановится, видите, он настановится более таким прохладным. До, после, до, после, до, после. Он распрохладел. Вот такие вот дела. Если вы хотите его немножечко почистить, сделать более таким насыщенным, есть тоже такая маленькая фишечка, сейчас вам покажу ее. Если вы хотите почистить цвет, то вам нужно удалить противоположный ему оттенок. У нас есть три основных цвета. Это красный, зеленый и синий, которые мы с вами оперируем в реальной фотографии. Красный — это цвет лица, зеленый — это цвет зелени, травы, а синий — это облака. И чтобы зеленый сделать более зеленым, нам нужно удалить противоположный ему цвет, мадженто. Смотрите, если я создам еще один корректирующий слой цвет, выборочная коррекция цвета, выберу зеленые оттенки и удалю из зелени пурпурный, то зеленый, смотрите, видите, что с ним происходит? Он становится намного более зеленым. Но чтобы ему, так как он высветляется, чтобы ему придать большей глубины, я могу добавить в него черный. Добавляю в него черный, и вот что происходит. До, после, до, после. Видите, он становится прям намного более таким ярким, броским. Также, чтобы он не поднимал экспозицию, вы можете его наложить в режиме наложения «Цветность», и тогда у вас яркость не будет повышаться. А будет только повышаться цветность, насыщенность. И вот у нас зеленый на заднем плане стал прям таким более ярким. До, после, до, после. Он стал более изумрудным, он стал более насыщенным и так далее. Также вы можете поработать с, к примеру, красным цветом. Смотрите, если у вас изначально, давайте я возьму вот так вот красные цвета, и сделаю их, ну не знаю, какими-нибудь более, давайте, более розовыми, более фиолетовыми. Вот у нас все лицо фиолетовое. Мы хотим этот красный сделать более человеческим, более красным. Мы с вами берем выборочную коррекцию цвета, давайте проверим себя. Если у нас изначально цвет маджентовый, что нам нужно сделать? Мы можем управлять с вами только маджентой, только желтым и только цианом. Чтобы вот этот цвет сделать более красным, нам нужно сместиться вот сюда, то есть по этой направляющей. Куда мы смещаемся? Если мы смещаемся с вами в желтый, то есть мы с вами добавляем желтого и удаляем мадженту. Открываем Selective Color. Выбираем маджентовый оценку, потому что здесь преимущественно маджентовые тона. Можно это проверить через HSB цвета. Видите, у нас 340, 350, ну такие красно-красно-маджентовые. А вот здесь вообще прям 230, 320 точнее, нормально. Мы с вами удаляем пурпурный и добавляем желтый. Видите, что происходит? У нас цвет становится более красным. А чтобы сделать его еще более красным, мы можем из него удалить голубой. И тогда он станет еще более красным. До, после, до, после. Видите, что произошло с ее пальто? Оно из фиолетового, прям такого конкретного фиолетового, стало более красноватым. С лицом. Давайте проверим, что с лицом. Можно взять пипетку, кликнуть пипеткой на лицо, открыть HSB и увидеть то, что оно слишком маджентовое. Поэтому мы выбираем новую коррекцию цвета, уже выбираем красные тона, потому что лицо здесь преимущественно в красных оттенках. Удаляем из него голубой, чтобы сделать его более насыщенным. Удаляем из него пурпурный и добавляем в него чуть больше желтого. Можно также докинуть чуть-чуть черного, чтобы просто затемнить картинку. И вот у нас тоже меняется уже оттеночная составляющая. Но здесь, вот опять же, с помощью Selective Color, видите, мы уже хоть как-то довели из вот такого состояния картинку до такого состояния. То есть в целом с помощью Selective Color вы можете приблизительно довести картинку до нормального состояния. Сейчас у меня изначальная фотография, она совсем заваленная, это видно. То есть здесь Selective Color сработал не так идеально, как хотелось бы, но все-таки сработал. Здесь, конечно, наверное, можно использовать целый ряд деформаций, включая тот же самый Color Balance. Можно накинуть дополнительный Color Balance, открыть света, потому что именно в светах она холодная. Добавить больше желтизны, добавить больше красноты и чуть-чуть зелени. И вот у вас уже лицо, смотрите, становится более правильным. А тени увести чуть более холодные, потому что тени у нас здесь слишком такие зеленоватые получаются. И вот уже с помощью уже корректирующего слоя Color Balance, вот из такого варианта мы с вами сделали вот такой. И вот здесь сейчас до-после он имеет очень разительное значение. До-после, до-после. Картинка и почистилась, и стало получше. Так, сейчас будем, ребят, закругляться. Я рисую планшетом, то есть у меня здесь и планшет, и мышка. Я работаю мышкой, все действия с инструментарием, движение ползунков я делаю мышкой, а всю ретушь я делаю планшетом. Как наиболее аккуратно повысить насыщенность, чтобы не схлопывать оттенки? Смотрите, покажу вам на конкретном примере. Тоже вам хотел показать эту тему. Я даже фотографию взял. Смотрите, вот у вас, к примеру, снимок, который не особо насыщенный. Как мы можем повысить насыщенность? Понятное дело, можно сделать это через сочность, вот так вот просто потянув ползунок насыщенности, почему бы и нет. Но я не люблю так делать, потому что у вас теряется, опять же, контроль над теми участками, на которых вы повышаете насыщенность. Я это люблю делать с помощью Selective Color. У нас есть, опять же, повторюсь, давайте быстренько пробегусь. У нас есть основные цвета. Красный, зеленый, синий, который мы можем насытить с вами по оттенкам, просто убрав из синего желтый, убрав из зеленого мадженту и убрав из красного циан. Что мы с вами и делаем? Смотрите, создаем Selective Color, берем красный цвет, из красного удаляем голубой. И у нас, смотрите, что происходит с красным. Смотрите, как красные становятся более насыщенными. Чтобы красный сделать еще более красным, кстати, мы помимо того, что удаляем голубой, мы добавляем черного. И таким образом красный становится более глубоким. С помощью пурпурного и желтого вы можете просто найти золотую середину между оттеночностью этого красного. Сделать его более маджентовым, либо более желтым. Давайте я его сделаю немножечко более желтоватым, удалю немножко пурпурный. Все, это будет у нас Red. Так и называю. Далее создаю новый Selective Color и поработаю сейчас с синим. Blue. Выбираю синий цвет и удаляю из синего все противоположные ему оттенки. Какие? Желтые. Удаляю синего-желтый. Смотрите, что с ним происходит. И добавляю черный. Смотрите. До, после, до, после. Синий становится намного более глубоким синим цветом. Это будет синий. И плюс у нас еще остался зеленый. Green. Беру зеленый. Удаляю из зеленого противоположность ему цвета. Это пурпурный. Добавляю черного. И вот у нас зеленые цвета. Тоже, смотрите, стали более такими яркими, насыщенными. Особенно вот здесь это, наверное, будет заметно. Да, смотрите, какая прям такая зеленоватый берег появился. Этого вы не сделаете с помощью, с помощью Vibrance. Этого вы не сделаете с помощью сочности. Это можно сделать только с помощью Selective Color. И вот у нас уже фотография становится намного более насыщенной, намного более интересной. Так с помощью Selective Color вы можете повышать насыщенность. Просто-напросто выполняя чистку исходного цвета. Так, камера зависла. Серьезно? Возможно, она просто вырубилась, потому что батарейка села. Сейчас проверю. Момент. Нет. Это, наверное... Не-не, камера работает. Это не вебка села. Это, скорее всего, проблема с платой видеозахвата. Она просто перегрелась и сказала такой... Чувак, ты че? Алло. Так, ребят, аноним, аноним сердечком. Спасибо тебе за 10 евро. Все, развисла камера. Да, давайте с вами быстренько пробежимся по вопросам. И, наверное, на сегодня будем завершать стрим. Потому что мы уже 2 часа вещаем. Еще такую вещь скажу. Касаемо лабы. Ребят, касаемо лабы. Многие хотят узнать про лаб, про цвет коррекцию в лаб. Она будет. Я хочу сделать отдельный стрим по лабу, чтобы мы просто-напросто нормально вдоль и поперек изучили это цветовое пространство. Потому что сейчас его делать короткой вставкой, но мы просто-напросто не успеем. Это очень много времени на это нужно. Я поотвечаю на вопросы. Вот здесь как раз меня спрашивают, какую модель BenQ я бы порекомендовал. Рекомендовал SV240, либо PD2705Q. Я бы, ребят, порекомендовал для фотографов именно модель PD2705Q. Потому что вам не нужен, те, кто не готовит фотографию под печать, вам не нужно цветовое пространство Adobe RGB, цветовой охват в Adobe RGB. С RGB будет вполне достаточно. SV240, он все-таки больше для печати. Для тех, кто готовит фотографию под печать, там очень крутая цветопередача, чистая. Если вы, к примеру, работаете с лутами, если вы знаете, что это такое. Не луты, которые красят цвет в Photoshop и Lightroom в After Effects, а луты, которые используются в воспроизведении цвета на мониторе с помощью специальной софт. Это совсем разные вещи. Вот если вы этим пользуетесь, то SV240 вам подойдет больше. Но это уже полиграфия. А для ретуши фотографий под интернет, под Instagram, ВКонтакте PD2705Q идеальный вариант. Мне он дико нравится просто тупо из-за того, что я сейчас любой монитор, который я рассматриваю, для меня самое важное это одно наличие, во-первых, ну само собой цветопередачи, но второстепенный такой важный пункт это наличие порта Type-C. Без Type-C я вообще не знаю, как жить. Подключать через HDMI сложно, но можно. Так, запись будет. Так, еще раз, ребят, хочу вам сказать спасибо большое за то, что донатите. Спасибо большое за то, что поддерживаете. В Москве мастер-класс будет у нас в январе. Я планирую такие же мастер-классы, небольшой мастер-класс, как в Питере, провести в Москве. Будет мастер-класс. Я постараюсь, конечно, запустить курс по фотографии еще в Москве, но вопрос, опять же, с пандемией, что у нас вообще, как она будет развиваться. Я не хочу сейчас рисковать. И, понимаете сами, достаточно сложно заниматься такого рода организацией событий, особенно полноценный длинный курс, пока всех, там, из, короче, различные есть надзорные органы, которые могут менять вот так вот за отсутствие масок во время мастер-класса. В общем, Евгению пассив за 300 рублей. Курс тоже будет. Возможно, сделаем. Есть ли модель монитора до 30-40 тысяч, который будет как экран макбуков по качеству, цвету и свету? Ребята, вот здесь тоже вопрос. Какой цвет вы хотите? Потому что макбуки все немножечко по-разному показывают цвет. У кого-то точка черного так завышена, там, если вы возьмете макбуки про 17-го года, у них вообще ужасная точка черного, на ней не работать невозможно. Я купил давно, кстати, еще в 17-м году мне пришел макбук про. Я его открыл, посмотрел на цвет и закрыл, и продал сразу на авито. Вот, поэтому SV2705PT. Серия SV, да. Смотрите, читайте характеристики. У вас есть у себя голова на плечах. Вы можете почитать, посмотреть на ширину цветового охвата, вы можете посмотреть на интерфейс, вы можете посмотреть на отклонение цвета при калибровке и просто-напросто сделать выбор, выбрать по цене. Так, момент. Момент. Я сейчас возьму, так вот открою файлик. Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Так, смотрите. касаемо монитора кстати которые банки св 2700 pt это немножечко ну монитор хороший но у него нету подключения тайп си поэтому он точно не для меня точно не для меня вообще не вариант точно не для меняет монитора для меня самое главное это удобное подключение к макбуку так что там книги скину книги скину продвижение по продвижению будет но позже пока что не хочу этим заниматься потому что надо по лабу вам рассказать нужно еще дофига записать обзоров king all модель 504 до это пропик 504 двухтоновый ресайкл между прочим она у меня еще осталось со времен когда я занимался локингом классный танец даже на ю тубе если вы бьете в поиск максим густарёв вы где-то найдете то как я танцую это было очень странно что такое patreon patreon это закрытый канал сообщества куда я выкладываю разобранные psd файлики бэкстейджи со съемок прям я прицепляю камеру сотовый телефон камере и записываю все что происходит у меня во время съемки вот там соответственно вся движуха тоже также происходит также мы проходим проводим раз в месяц полноценный стрим лекцию который я готовлюсь и из презентации вам рассказываю о всяких штуках связанных с фотографией возможно стать одна из будущих лекций у нас как раз и будет по продвижению 1 с первые три действия которые я делаю при обработке изображения первое это я провожу собой классическую пластику с ретушью потом я делаю color balance это цветокоррекция у меня основная цветокоррекция через color balance и прорисовка свет тени но то есть вот это три основных столпа наверно которых в принципе и длиться и держится вся моя обработка на курс ребятка мне можно будет записаться только когда когда только тогда когда я его анонсирую пока что я не знаю когда он стартует самаре он стартует в апреле это сто процентов то есть на апрель я запланировал приехать в самару и провести по до старой доброй традиции тоже под школу у меня именно там была основана там провести курс в москве сразу после облегчение облегчение мира в связи с карантином в питере я на самом деле планирую в питер перебираться мне он очень нравится опять я съездил сейчас и профигел патрон платный там 5 там подписка 5 долларов в месяц 5 долларов в месяц это получается сколько 350 рублей даже 300 рублей это подписка на патреон в месяц вы получаете доступ ко всем материалам которые публиковались с мая месяца в мае я по-моему начал делать мастер-класс питере возможно будет как только граница тоже будут свободны в камере роу цветокор я не делаю photoshop и только через color balance ребят в камере рав я делаю только температуру только выставляя баланс белого вы получаете идеальную штуку да да и и че меня тогда победил в четверти финала я сразу слил я и классный парень в климат в питере бе-бе-бе но зато там получасах и в получасе езды от питера просто потрясающие вещи следующем году будет ли курс про фотография будет про фотографии у нас в списке обязательного того что мы просто обязаны сделать поэтому он тоже будет с очень не знаю когда ребят сочи пока под вопросом так давайте с вами потихоньку завершаться перед тем как мы завершим я еще раз проговорю скажу вам большое спасибо за то что вы поддержите меня донатами комментариями лайками подпиской на самом деле в youtube постепенно растет возможно мы даже наберем ну к новому году вряд ли наберем но к моему дню рождения феврале я очень хочу набрать 100000 подписчиков на ю тубе если это произойдет будет очень классно постараюсь вас радовать классным контентом само собой полезным по другому никак не бывает и еще один момент ребят даже если видео интеграция смотрите потому что я нету такого что вот просто такой типа вот классный монитор вот классный ноутбук классный покупайте покупать такого нету я всегда делюсь своим чистым мнением и если продукт хрень я не буду вам рекламировать я вообще никогда ничего не рекламирую я рассказываю то как есть я даю какие-то важные полезные советы во время ролика то как я делаю у меня есть определенный опыт у меня есть определенный образ стиль фотографии который монетизирован который дает определенную медийность и только наверное дураку непонятно что в принципе моя бизнес-модель она рабочая вы можете смотреть на нее и для себя какие-то моменты черпать черпать для своего вдохновения и таким образом прогрессировать любой человек любой фотограф любой видеомейкер и так далее художник он для вас будет источником вдохновения поэтому смотрите копируйте какую-то часть фильтруйте информации только так вы сможете быть повысить свой скилл гигантское спасибо компании банки у которые вы с которыми я работаю уже давно и это на самом деле сотрудничество знаете как выбор партнера это очень такая сложная вещь к примеру если бы мне написали локи я бы вряд ли смог их рекламировать если мне написали филипсы тоже под вопросом если мне написали самсунги до самсунги я бы порекламировал банки вообще идеальный вариант то есть это как фотоаппаратами сигма с объективами сигма я стал амбассадором сигма это было просто подарок свыше потому что до этого я планировал тоже выходить на олимпусы но с этим понимаете олимпусы я не терплю и но была возможность и благо дело все это отошло благо дело хорошо получилось с сигмой и та же самая ситуация с банки чем и они классные ребята и опять же все что и все что короче батарея разряжена и все что происходило все что происходит все интеграции которые происходят с ними это просто замечательная ситуация окей ладно ребят еще раз вам большое спасибо дело кстати тоже классные ребята вот но мне они ничего не писали поэтому так поэтому ничего не могу сказать все пора уже рекламу продавать за нормальные деньги все оставить ценник в миллион сто тысяч долларов евро сша спасибо вам большое за то что пришли вопросы задавайте не стесняйтесь стрим будет сохранен сохранен в любом в любой момент можете его посмотреть на patreon я ближайшее время скину бэкстейдж из мастер-класса в питере также скину бэкстейджи со творческих съемок у меня накопилось несколько штук рафки тоже ждите все будет прямо ближайшие дни я наконец-то займусь патреоном всем большое спасибо за подписку всем большое спасибо за все-все-все-все в общем давайте с вами завершать и и вот все что я хотел вам сказать всех целую обнимаю спасибо еще раз 10 миллионов спасибо пока точно вам все сказал на фоне пока